Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 февраля 2017 года четверг, по одному из старинных 20-й день месяца в Югослужа 7525 лета неделя. Неизвестная история культа Георгия Победоносца, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. И автор мой собеседник и главный сказитель сегодняшнего нашего эфира Алексей Комогорцев. Здравия тебе, Алексей! Добрый вечер! Будьте здравы, говорится. Вот, значит, ну что хотел бы сказать? Сначала о себе расскажи, кто ты, чем занимаешься. Да, ну, во-первых, я главный редактор журнала «Волшебная гора». Значит, опять же, директор междисциплинарной исследовательской группы «Истоки цивилизации». Один из экспертов изборского клуба, политолог чуть-чуть, но больше, наверное, все-таки культуровок, больше такими историческими исследованиями занимаюсь. Вот, собственно, автор книги по такой жареной теме, название такое «Ананербе и высокие технологии Третьего Рейха». То есть, ну вот, в этой книге мы с моим коллегой Николаем Непомычем пытались отделить зерна от плевела, разобраться с этим вот сейчас нашумевшим мифом о немецком институте «Ананербе». Посмотреть его не совсем через критическую призму, а отделить зерна от плевела. Так что вот, в общем, ну, наша сегодняшняя тема будет, наверное, посвящена не вот такой близкой истории, а более отдаленной, а именно святому Геону. Вот, то есть тут есть некоторые интересные аспекты, на которые я натолкнулся совсем уже недавно, и, собственно, по этим аспектам мы подготовили, в частности, книгу с моими коллегами, вот она скоро, наверное, в марте-апреле выйдет и увидит свет. И вот я хотел бы, например, поделиться, ну, некоторыми такими небольшими открытиями, да, которые были сделаны во время анализа этого образа святого Георгия, который очень важен для Руси, да, для такого русского архетипа, показать глубинные корни этого образа. На самом деле, я даже при работе с материалом сам удивился, то, чего мы копали тут с коллегами. Вот. То есть, ну, понятно, канонический образ святого Георгия нам известен, нам прекрасно знаком. Первые такие вот серьезные вопросы, да, появились, когда в фокус моего внимания попала работа нашего такого сказковеда, известного классического филолога, филографа, Вадима Яковича Пропа. Она, эта работа была посвящена, как раз еще, по-моему, она в советский период публиковалась, в общем, она была посвящена как раз анализам истории образа святого Георгия Победоносца. Ну, тут я такое сильное изумление, потому что я понял, что, в общем-то, ну, этот образ для меня лично скрывает очень много таких граней, о которых я просто не знал. А потом я просто пошел дальше, какие-то фрагменты, какие-то некие мозаики уже начали складываться, у меня получилось очень любопытное полотно, которым я сегодня, естественно, постараюсь поделиться. Такой, как можно более ненавязчивой манерой. Ну, начнем с того, что, наверное, с классики. То есть, самого, пожалуй, древнего образа святого Георгия, который присутствует на фреске из храма святого Георгия в Старой Ладониде под Питером. Значит, эта фреска называется «Чудо Георгия о змее». Датируется XII веком. Что самое удивительное, на этой фреске, замечательной фреске, в общем-то, мы видим, что Георгий не побеждает змей. То есть, вернее, в смысле, он его побеждает, но он его не повергает. То есть, жалко, что, конечно, мы сейчас не можем поставить картинку на радио. Ну, я вот так примерно опишу эту фреску. Георгий сидит на коне, выпрямившись. Рядом с конем, значит, немножко впереди идет некая женщина в царственнице, ведущая в поводу, в поводу, в смысле, на таком плотке или ошейнике, что называется, такого вот ящера, ползущего за ним. Вот этот образ – это самое древнее. Прекраска и люстеривающая сюжет святого Георга. Ну, у нас-то более принято воспринимать этот образ сквозь призму того, что святой Георгий повергает змею, поражает его, поражает чудовище. Здесь мы имеем совершенно другую картину. Вариме Якочпроп, в работе, о которой я уже говорил, «Змееборство Георгия в свете фольклора», он реконструировал, даже реконструировал, как бы изначально, один из изначальных сюжетов, связанных вот с этим изобразительным образом. Речь идет о былине, которая, собственно, и повествует. Вернее, даже не то, что повествует об этом подвиге, скорее, это фреска иллюстрирует, наглядно иллюстрирует эту былиню. Причем этот духовный стих, он называется «Духовный стих о Егоре храбром и Елизавете прекрасной», он уже к XIX веку был изрядно подзабыт. Такой вот момент интересный. Его содержание, еще раз говорю, это наиболее архаическое представление о святом Георгии, в разных вариантах сводится к тому, что в некотором фантастическом городе или царстве, ну, это называется там Град Антоний, Рахрынь-город, царство Рапинское и другие, живут царицы. Ну, естественно, по сюжету, по фабуле, они язычники. И в некоторых случаях они являются отступниками от христианской веры. И вот наказание, как бы, так сказать, Бог насылает на город вот это вот бедствие. Появляется поедучая змея, то есть тот же самый сюжет о драконе, нам хорошо, прекрасно, да? Которая требует эту человеческую жертву на поедание. И жители по классике принимают все это дело. Но в определенный момент жребий падает на самого царя, то есть на правителя этого города. Вот, то есть в данном случае на его дочь. И вот как раз ему, этому чудовищу, выдают на жертву Елизавета. При этом характерно, что сама Елизавета в ряде случаев как атрибутируется, рисуется христианкой, ребят. Ее родители язычники, она сама христианка. Вот. Буквально цитата. Не нашему Богу она молится, она молится Господу распятанному, говоря местной жители и родители. Ну, а дальше, как бы, ситуация развивается так, что, когда царевна подводит к озеру, где воспитает ее змеи, в общем, оставляет ее там в жертву, дальше появляется, собственно, вот этот конный воин, Георгий, вот, который после разных подвигов возвращается домой. Я напоминаю еще, что-то текст Беллины. Вот. И он, в общем, остается с этой девушкой, чтобы спасти ее, выручить ее от змеи. Вот. Смысл такой, что дальше развивается ситуация в следующем образом, что, как бы, по сюжету, а вот вещей, герой должен наступить в складку со змеей. Однако, вот в этом наиболее архаическом варианте Беллины, Георгий не убивает змея, а укращает его. Это принципиально важный момент. Он буквально произносит над ним некое заклинание или просто ударяет его своим скипетром, и змей полностью смиряется. Он побежден, как бы, внутренней силой героя, буквально, он пишет проб. Обратим внимание, что речь не идет о копье, или мече, и прочее, прочее. Речь идет о неком скипетре, в котором герой ударяет, вот, собственно, самое чудовище. Далее, следующее, еще один очень важный момент, на который нужно обратить внимание, потому что он будет расшифрован чуть позже, да, связанный с поясом. Буквально, совершив все вот это действие, да, чудовище смиряется, разумеется, а Георгий предлагает Елизавете снять свой пояс, и пояс этот, он обматывает вокруг шеи змеи, а конец его дает ей в руку. То есть, и вот таким образом она ведет, собственно, тот момент, как-то, как же, на связке, она ведет его к поводу, и они возвращаются домой. Далее начинается тоже такой любопытный момент, не совсем канонический, а Георгий предлагает родителям Елизаветы принять христианство. Если они соглашаются, он убивает змею, если нет, он говорит буквально, что я спущу змею лютую на твой град. После чего, разумеется, родители соглашаются и принимают истинную веру. Ну, там варьируются еще какие-то дополнения, как и были, то есть иногда Георгий требует, чтобы они поставили три церкви, и родители, естественно, все это дело соглашаются. Чаще всего на этом песня кончается. То есть, там, судьба змеи, она, в принципе, здесь уже не важна. То есть, там, певцы иногда, там, дорисовывают этот сюжет, он, типа, расправляется Георгий со змеем и исчезает. Но, как правило, там иногда просто про это ничего не рассказывают. То есть, ясно, совершенно ясно, что вот этот, наиболее архаический сюжет, говорит не о уничтожении чудовища, а о его смирении. Даже, я бы сказал, о его подчинении. Ну, если рассматривать такую вот иконографию, то есть, этого образа, этого сюжета, аналог существует, иконописный, да, он зафиксирован на новогородской иконе XIV века, тоже чудо Георгия Змии, на житиеем в XIV клеймах, которая хранится в русском музее Санкт-Петербурга. Вот, опять-таки, очень важно, что эта икона древнейшая из всех русских икон. И иконографически она представляет собой аналог вот этой крески, собственно, из Старой Ладоги. То есть, естественно, первое, что можно выделить, потрясающее иконографическое сходство сюжета, который изображен на креске, вот эта самая икона. То есть, речь идет о том, что, судя по всему, в основании этих сюжетов, да, изобразительный вид, лежит один и тот же мифологический сюжет. Алексей, дозвольте слово ставить. Здесь, в нашем чате, как раз вот сбрасывают уже слушатели, кто в чате находится, как раз аналогичные сюжеты. И вот здесь изображен человек, сидящий на белом коне, а рядом перед ним женщина, которое держит, судя по всему, пояс, тонкое что-то какое-то, и вот полу-такое ползающее непонятное существо под копытами коня. Да, да, да. Ну, это вот фрески, собственно, это иконография, еще раз говорю, самая древняя иконография этого сюжета зафиксирована на фреске Старой Ладоги, собственно. Во всех последующих... Впоследствии этот сюжет меняется, да, там Георгий начинает уже там копьем. Отпекать его, понятно, да. Так я просто к чему и сказал, так что если вдруг кто-то хочет увидеть что-либо, то на радио такая возможность есть, пожалуйста, в чат заходите, и будете видеть, что здесь у нас происходит, и заодно сможете задать вопросы Алексею в живом эфире. Пожалуйста, продолжай. Вот, ну, мы продолжим, значит. То есть мы говорим о том, что существует очень древний архаический сюжет, судя по всему, где Георгий Святой, он не буквально убивает, а смиряет чудовище. Вот, и вот здесь, опять-таки, особую важность приобретает вот тот самый пояс. Вот, в случае с иконой, которую я сейчас сказал, новогородской иконой 14 века, чудо Георгия Азминь, житием, да, этот пояс не вокруг шеи обмотан, а вокруг затылочного рога чудовища. Ну, там тоже самый пояс присутствует. Вот. Ключ настоящий к пониманию скрытого символизма, вот этого пояса, собственно, да, в чем он состоит? С точки зрения славянской традиционной культуры, она имеет очень важное значение. Дело в том, что главная функция пояса состоит в установлении связи между своим и чужим пространством, в частности, старым и новым домом. То есть я вам сейчас говорю не свои измышления, но вот как бы с точки зрения этнографии и мифологии, да, это не про змеи идет речь, разумеется. Вот, например, у белорусов известна традиция, в согласии с которой, при переходе в новый дом хозяин перетягивает всех членов семьи внутрь избы за нитку или пояс. Ну, они таким образом, как бы, обживают, во-первых, новое пространство, во-вторых, например, имеется такой сюжет, когда новая жена белорусов, опять-таки, да, вот переходит в дом мужа, ее тоже втягивают таким образом за нитку или за пояс. Ну, или, например, еще один из вот, входя в дом мужа, после венчания она бросает свой пояс на печь. В России, в России уже считалось, что с помощью пояса можно привязать скотину ко двору, в частности, вот, которую я покупал, снова эту скотину. При первом выгоне скота в поле в Восточных Славян вообще было принято застилать в воротах пояс, чаще всего красного цвета, или его привязывали, ну, там, программ король, коровы, клали пастухам в сумки и так далее. То есть, вот, например, такой яркий пример, во Владимирской губернии в этот момент приговаривали скотине, новой скотине, забывая старого хозяина, привыкая к новому. То есть, в этом смысле можно заключить, что вот этот вот элемент этого такого комплексного, сложного сюжета, иконографического, он содержит в себе мотив установления ритуальной взаимосвязи с чудовищем. Ну, практически тождественные, наверное, его одомашнивания. Вот, то есть, в этом свете уже, да, вот эти вот финальные такие вот иногда сцены, когда вот Георгий расправляется в конце с чудовищем, они уже представляются, ну, таким поздним вариантом, такой творческой доработки уже, певцов, которые-то все были, не передавали, трансфировали, и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, вот этот образ очень важен. Еще раз напомню, святой Георгий, не физически уничтожая змеи, он ему покоряет свои внутренние силы и ударом скипетра, то есть, про копье, пока речи не идет. Соответственно, в этой иконографии присутствует поясок, о котором мы говорили, за которую, собственно, ведет его и женщина. Ну, как бы мифы-мифами, да, вот мы посмотрели сюжет, ну, и что, собственно, можно дальше, как это развить, продолжить и так далее. Я вот как раз тут, прочитав материал Пропа, обратил внимание на совершенно другой материал, уже не относящийся, к сибирскому фольклору, вернее, к сибирским бывальщинам, записанным в 20-е годы. в Сибири, вернее, не в 20-е годы, они относятся к 20-м годам, записаны, они были там в 80-х годах, выдающимся, в общем-то, советским фольклористом, кандидатом филологических наук, Валерием Петровичем Зиновьевым. Вот. И там, как раз, в этом фольклорном материале есть целый класс преданий, да, местных, связанных с некими людьми, которых местные называли знающее слово или владеющее слово. Смысл в том, что заключается, что эти люди обладали особой властью над змеями, то есть они, ну, не стоит их путать с такими, знаете, факирами, заклинателями змей индийскими, вульгарными, да, которые там укращают коборт, не знаю, на потеху непритязательной публике. Это совершенно не так. Сибирские знающее слово это, как правило, пожилые мужчины, выступающие в качестве посредников между человеком и изменением. То есть вот, ну, в принципе, если интересно, я даже мог бы привести какие-то вот блины, такие вот характерные, коротенькую, самые вот, приведу, например, еще раз подчеркиваю, это графическая запись, это быличка, она приводится в академическом сборнике, то есть тут никаких фантазий нет. Вот буквально цитирую, да, это может быть интересно. Соблюдая все вот как бы все стилистики. Запись номер 335. Это был один старичок, значит, я вот так знаю, что дедушка Паша, а фамилия-то его не знаю, тот был такой, тоже видно, знал что-то. И вот если в случае, где появились змеи, то значит его просят. Он даже сам носил змею через плечо, и на шее она обвивалась, никогда его не трогала. И если вот появится змея, если кто хорошо принял его, значит, он от этих змеев угонит. Сперва забивает кого-то какого-то колушек, потом прутиком несколько раз махнет, что-то пошепчет, уходят, идут. А кто уж если огорчит, то не рад будет, и по косу попустится, ни грести, ни косить нельзя, змеев будет, хоть отбавляй. И вот был случай в Золотой Паде, там прииска были, золото мыли, и мужики его попросили, он шел мимо, они его попросили, он сказал, давайте я и сделаю, ну и действительно и сделал, поставил колушек, прутик взял в руку, помахал, сама большая пришла, имеется ввиду змея, начала крутиться вокруг колушка, и за ней все пришли, в комок свелись, шипели, шипели, он махнул прутом, она пошла вперед, и та заедет, увела, ушли, и не стало. Ну вот типичный пример такого сюжета, да, то есть на самом деле проблема в некоторых районах не связана с по косам, да, она вполне в себе актуальна, и вот действительно есть такое, есть такие материалы, которые свидетельствуют, что вот существовали вот такие возможности существуют, даже скорее всего, вот эти люди, которые знали слово, которые могли каким-то образом управлять змеями, являясь такими функциональными посредниками между человеческим и христианским, и собственно вот этими, этой стихийной силой. Вот, опять-таки, хочу обратить ваше внимание еще на один момент, я понимаю, сейчас уже идет сигнал, но опять-таки вот в этом рассказе, не только в этом, фигурирует колышек или осиновая палочка или палка, или прутик, которые являются постоянными орудиями, атрибутами вот этих знающих слов, встречающимися практически во всех бывальщинах. То есть, в народных цифрованиях палка, посох, трость фигурируют в качестве магического атрибута знающих, которыми в традиционном русском обществе считались люди, обладавшие особым комплексом тайных знаний. Их называли просто знающие. Вот опять-таки, да, вот этот джезл, который в руках Георгия, вот есть тут некоторые переклички, мне кажется. Так, продолжаем. Я хочу уточнить, что за сборник сказов, что за сборник рассказов? Это не совсем сказы, это фольклорный материал. То есть, это я вам сейчас скажу, что, еще раз говорю, что вот этот блок материалов были собраны, блок материалов был собран в период 66-го по 80-й год на территории Забайкалья, Кутской области советским фольклористом Вае Петровичем Зиновьем. К сожалению, он рано скончался в 83-м году. Поэтому, ну, тем, кто интересуется этой тематикой, еще раз говорю, более пристально, я отсылаю вот к нашей работе, которая должна выйти, собственно, я говорю, примерно, наверное, как в марте-апреле, она будет называться «Люди, динозавры», такое страшное название. Хорошее название. А где оно будет? В каком издательстве? Это издательство Кучково поле, собственно. То же самое издательство, где мы делали прошлую книгу, она, наверное, была высокая технология третьего рейха. То есть, «Люди, динозавры», такой, вот немножко придется перескочить, вы меня так спровоцировали, наверное. Ну, придется сказать несколько слов, такое страшное название. То есть, дело в том, что существует огромный пласт исторических материалов, вполне себе академических, проверенных, которые говорят, что люди, вот, все существует параллельно с некими реликтовыми чудовищами, возможно, оставшимися то, что там, по ведомству больше палеонтологов, скажем так, кстати, «Светы и Бьерги» по этой теме тоже, как бы. Вот. И мы попытались эти материалы собрать, наиболее, скажем так, проверенные, собрать в рамках одной книги, одной работы. Вот первая, например, часть этой книги написана нашим американистом Андреем Жуковым. Он специализируется на американских загадочных коллекциях, связанных с камнями и акамбара, фигурами, керамикой, где представлены сюжеты человека-человека и какого-то реликтового ведущего, реликтового чудовища, взаимодействия ненький. В свою очередь, я в этой книге сделал блог, посвященный нашим родным евразийским чудовищам, то есть, да, вот этим всем загадкам, связанным с культом Святого Георгия. А вот что могло стоять, например, за вот этим чудовищем, какие реалии могли стоять, да, вот такую непростую тему мы подняли, собственно, опять-таки пермский изведенный стиль, который заслуживает отдельного разговора, где вот эти ящеры фигурируют, в общем-то, в огромных количествах признан науки совершенно. Подчеркиваю, да, что коллекция камбара, американские коллекции они не признаны, потому что вот эти ящеры там не очень сильно напоминают динозавров, поэтому там не признают. Хотя там состав коллекции числяется с десятками и сотками тысяч единиц, поэтому, конечно, это все очень смешно. И вот как раз я здесь выступаю в этой книге в качестве противовеса, показываю, что есть артефакты признаны совершенно эпидемической наукой и на нашей территории, и на территории Евразии вообще, и где присутствуют самые реликтивные чудовища не просто признаны, а взаимодействуют с человеком. И, кстати, очень важный элемент взаимодействия, он связан с образом святого Георгия. То есть, то, с чем иначе разговоры. То есть, взаимодействие, это не всегда означает там убийство, да, не всегда означает защиту территории от этого чудовища, оно все гораздо сложнее, вот, собственно, о чем мы начали говорить. Ну, и, вкратце, завершая, вот обзор книги, третий блок представлен тоже важными работами, важной работой, которую написал Николай Николаевич непомнящий, который анализирует современные случаи наблюдения вот такого рода чудовища. В принципе, это такая вот комплексная работа, где мы постарались объединить под одной обложкой и вот тем более трезвый и, как нам кажется, проверенный факт, который говорит о том, что реальность немножко устроена немножко сложнее, чем нам кажется. Вот, вот так. Примерно так. Ну что, будем дальше продолжать? Да, очень интересно, сюжет разворачивается, так что не останавливаемся, не останавливаемся. Если вдруг нужна будет музыкальная пауза, то заранее говори, я поставлю. Ну да. Ну вот, значит, смысл такой, что мы сейчас, еще раз напоминаю, чтобы канал напомнить. Вот мы говорим о том, что о том, что Святой Георгий, значит, не про, изначальный образ Святого Георгия, изначальный сюжет, связанный с Георгием, где он не убивает, а смиряет, скорее чудовища. Ну, опять-таки, тут же мы находим подтверждение, вот, в свете вот этих сибирских знающих слов, которые могут управлять змеями. То есть, опять-таки, традиции знающих, она существует до сих пор. Это никакая не фантастика, это никакой вот не новодел, скажем так, чем грешат многие наши товарищи, язычники. Дело в том, что эта вся традиция, она прекрасно зафиксирована в академических фактверных источниках, да. то есть, я отталкивался и мои коллеги в этой работе исключительно от академических работ. Естественно, как бы по линии Америки пришлось пользоваться непосредственными хранителями коллекции. Я в своей части, во всяком случае, старался отталкиваться от нашей родной академической науки, которая все это прекрасно фиксирует. Ладно, продолжим дальше. Опять-таки, мы заметили, да, у нас элементы такие картины, пояс, во-первых, а во-вторых, палочка-трость, как неотъемлемый атрибут, во-первых, знающих слов, во-вторых, жезл, собственно, как у такого изначального святого Георгия Победоноса. Вот. Поехали дальше. Самое интересное, что те же самые образы, посох, трость, фигурируют не только в сибирских бывающих, но, а в многочисленных историях христианских святых, которые покоряют многочисленных чудовищ, там, в том числе, в Европе, да, сейчас мы говорим как о православной церкви, так и католической и прочей, вообще христианских церкви, в принципе, которые покоряют вот этих чудовищ, не убивая их зачастую. То есть, хотя, иногда, конечно, такие случаи случаются, но, тем не менее, сплошь и рядом, если мы посмотрим, прошу прощения, если мы посмотрим на это дело, то сплошь и рядом в истории, в европейской средневековой истории это все очень часто встречается. То есть, и зачастую эти люди, там, христианские святые и так далее, они тоже используют вот эти самые поводки, так называемые, да, вот опять-таки, я могу вспомнить здесь святую Марту, католическую святую, или Маргарет, то есть, имена варьируются, но иконография такова, что она вот держит вот этого дракона, смиренного ей, именно на поводке, да, то есть, тут переклички просто огромные, огромные. Например, я могу сказать, что вот длинный перечень святых, просто чем иконографическим символом выступал усмиренный, а не поверженный дракон, приводится такой в английской книге, но на русский, к сожалению, она не переведена, вот, это, значит, книга 16-го года, издана в Лондоне, Морриса и Уилфрида Дрейков, святые их эмблемы, там все становится ясно, то есть, там приведено огромное количество святых висков и их историй, которые повергают, вот, не просто повергают, смиряют драконов, не убивая их, вот, кстати, вот эту великомученицу, о которой мы говорили, там ее имя, Марина или Маргарита Антиохийская, соответственно, то есть, там немножко, конечно, некоторые святые имеют конденцию между собой перекрещиваться, то есть, жития, и иногда очень большая путинница получается, но, тем не менее, все равно архетип мы видим один, то есть, там, десятки, там, даже более подсунутные святых, как бы, занимаются тем, что смиряют вот эти вот чудовища, причем, в их историях, как раз тоже фигурируют, представлены, либо посохи, либо палочки, и так далее, и тому подобное, налицо, налицо некие свидетельства при наличии некой традиции, причем традиции более древней, нежели, собственно, христианство, почему об этом мы поговорим еще чуть-чуть попозже, вот, а сейчас я просто бы, наверное, хотел, ну, в качестве иллюстрации, привести такую историю, которая связана со вполне конкретными чудовищами известной науки, в данном случае речь идет о нитском крокодиле, то есть, вот, например, известно, что со второй половины четвертого века относится эпизод, зафиксированный в житии преподобного Елия, ну, там, варианты названия Елии, Эллин, в латинской Хеллин, Элия египетского фиваитского, однажды, когда этому святому нужно было переправиться через реку, ну, в отсутствие лодки, он вызвал из воды крокодила и став на его спину, есть еще вариант, что он воссел на нем верхом, он благополучно переправился на противоположный берегнин. то есть, и этот эпизод не единственный среди христианских подвижников и так далее. То есть, опять-таки, аналогичный эпизод с крокодилом, тем же самым, приписывает основателя монашеского общежития Теновии и столбу, а одному из главных столпов пустоножительства преподобию Пахомию Великому Египетскому. то есть, это где-то серийно 4 века новой эры. Вот. То есть, согласно одному из вариантов предания о нем, он мог переходить к Нил, а кипотуху по спинам крокодилов. То есть, это тоже как бы очень интересный вариант, тем более, что, особенно он интересный в свете того, что до крещения Пахомия являлся жрецом не много не мало жрецом бога Сераписа. А культ Сераписа, как верховного бога Египта и покровителя царской династии и новой столицы страны, как мы помним, Александрии, это он вошел, был введен во времена Толемея, то есть от 4 и 1 века до новой эры. Так что такие фигуры, они весьма и весьма серьезные. Ну, в этом списке мужчин фигурировали к разумеется и женщины. Опять-таки можно вспомнить житие преподобный Феодор Александрийский младший. Опять-таки она по происхождению будучи знатной женщине такой именно то есть опять-таки рождение раскрывает. Она подвязалась в мужском монастыре в мужском образе при Флавии Зиноне. То есть это опять-таки это конец 5 века. 5 века 4-91 год. Буквально цитирую. Близь того монастыря было озеро, где жил зверь крокодил, который часто выходил из озера и пожирал проходящих мимо людей и скот. В общем, в итоге этой истории она зверю смирила, не причиняя ему вреда поначалу, вернее, она переправилась сначала, забрала воды и так далее. В общем, короче, она его усмирила вполне. Ну, список вот святых, которые усмиряли этих чудовищ, сначала крокодилов, потом драконов в Европе, в общем-то, можно длить и дить, еще раз говорю, это, в принципе, очень длинный список и некоторые из них как раз изображают вот с этой палкой характерной, которую мы говорили. То, что это не просто как бы чисто христианская традиция, да, я уже, наверное, обозначил и с тем, что с изблоком вот этих вот сибирских, западносибирских знающих слова. У нас, наверное, в этом смысле, в смысле истоков этой традиции должны заинтересовать должны заинтересовать некие вот эти вот древнеегипетские фрагменты, связанные, как я лично полагаю, с корнями и происхождением этой, собственно, традиции. Вот. То есть мы обнаружили в частности то, что некоторые фрагменты, которые говорят о том, что вот традиции, связанные со знающими словами и так далее, и так далее, и так далее, совершенно отчетливо можно обнаружить именно в древнем Египте, в котором, кстати, связаны вины культа святого Георгия. В качестве подтверждения, да, я могу что-то какие-то данные привести. Например, сведения о заклинающих, владеющих словами власти Хикау, словами власти надзмеями, разумеется, они приводятся, упоминаются в тексте мифа об истреблении человечества, высеченном в гробницах франов саде первого и Рамцесса Третьего. Датировка это примерно с эти первые гробницы примерно датируют ну, там это 1300 год до Нового эра, примерно, приблизительно. Ну, соответственно, Рамцесс Третьей приблизительно, очень приблизительно, еще раз подчеркну, там где-то в пределах тысячи, между тысячи сотыми и тысячи двухсотыми годами до Нового эра. Так вот, давайте попробуем сейчас, я приведу просто переводы, да, два варианта перевода этого текста. То есть там в чем суть? Собираясь покинуть землю и зайти на небо, правивший египтом бог солнца, царь Ра, призывая к себе бога земли Геба. Кстати, Геб бог земли, то есть в его ведении, собственно, как бы в его юрисдикции находятся эти самые змеи. Вот. И он обращается, Ра обращается, к Гебу со следующими словами. Да поразят змеи твоих, находящиеся в тебе. Вот они будут спрашиваться меня, пока я существую. Ты ведь знаешь все волкование их. Пойди же к месту, где находится отец мой, ну, и скажи ему, остерегайтесь, змей, и в земле, и в воде. И да опишешь ты гнезда змей твоих, находящихся в тебе. Говорят, берегись, да не повредите, берегись, да не повредите вы кому-нибудь. И да знают они, что хотят, и удаляюсь я, и все же сияю над ними. Если же желают они отца, вот будешь ты отцом, и в земле это и вечно. Далее Ра говорит Гебу, вот теперь очень внимательно, потому что это как раз буквальный парафраз, как бы вот это наше самое, как ни странно, западносибирской традиции, да? Далее буквально Ра говорит Гебу следующие слова. Остерегайся заклинающих, знающих слова свои. Вот заклятие мое, собственное там, и вот никто не разделит его со мной в величии бывшем до меня. Я подчиню их сыну моему Осилису, и детей их будет стеречь, и покорны будут сердца князей и зачартия, в которые творят пожелания своему во всей земле силу и заклятие своих, которые в них. Есть другой вариант, это достаточно непростой перевод, есть другой вариант, вот тот же самый фрагмент следующим образом выйдет. Кроме того, следует особо обратить внимание на тех людей, что владеют моими словами власти и тех, чьими устам ведомы такие вещи, воистину это мои собственные слова власти, воистину недопустимо, дабы кто-то разделял со мной мою защиту ввиду величия, что возникло для меня. Я передам их твоему сыну Осилису, и их дети будут стереваться, сердца их правителей должны быть покорными или готовыми благодаря магическим силам тех, кто поступает сообразно своему желанию на всей земле через слова власти, что заключены в их телах. Очень важный момент, уже в те времена некие заклинающие описываются как люди, наделенные особыми внутренними качествами, обратите внимание, вот на эти слова, слова власти заключены в их телах и обладающие большой степенью независимости цитата поступают сообразно своему желанию по всей земле. То есть речь идет уже тогда, уже тогда, я подчеркиваю, уже тогда, уже там сколько там тысяч лет назад, три с лишним тысячи лет назад идет речь о том, что существуют вот такие люди, которые практически даже по гамме подвластны, которые обладают особой властью над змеей. В этой связи, ну что можно еще сказать, вот возвращаясь к культу Святого Георгия, да, в этой связи, конечно, нужно вспомнить все-таки о египетских корнях образа этого, да, особенно конному образу Святого Георгия. Потому что, вот опять же, тот же проб, возвращаясь к нему, он же пишет о чем? О том, что в том числе в русской православной церкви изначально был воспринят образ Святого Георгия Мученика. То есть, образ поясной, когда Георгий изображался, и иконография представила собой его изображение, вот пояс, копьем и так далее. То есть, там Никола Змееборческого эпизода не было. Более того, проб пишет о том, что церковные власти боролись с этим образом именно с сюжетом самим. Не только на востоке и на западе церковные священные начали боролись с образом Георгия Змееборца. То есть, его изображали, как внученика, пострадавшего за веру, но не как Змееборца. Причины, да, они, в общем-то, понятны. Во-первых, неоднозначный эпизод сам по себе драконоборчества. То есть, очень такой, очень древний, очень непростой. Я вам уже показал какие-то наброса моменты, связанные как бы, да, с некой более древней традицией какие-то непонятные. Опять-таки, связанные с контролем над хроническими изменениями силами. Потом, разумеется, еще вот эпизод, связанный, собственно, с непосредственными корнями египетскими. Потому что, если мы помним, вот давайте вспомним самая простая вещь, что буквально иконография Святого Георгия, она повторяет, повторяется, вернее, или повторяет, не важно, она повторяет египетский иконографический сюжет, изображенный на барельефе, относящийся к римскому периоду, то есть, это где-то 30-й год до Нового Эра, римский период, я имею в виду, 95-й год Нового Эры. Так вот, в Парижском Лувре хранится известный барельеф известняковый, на котором изображен сидящий на коне и относитесь к этому собственно периоду, древнеегипетский бог Горг с головой с окном, поражающим копьем Сета, представленным в виде крокодила. Иконография точно в точь, ну, совпадает как бы, с иконографией Святого Георгия, поражающего чудовища. О! ситуацию сугубила очень серьезно в глазах, опять-таки, да, христиан. Это очень непростая история, что в самом начале своего исторического пути образ всадника Змееборца, буквальный образ, да, пусть он очень на короткое время, очень локально, он получил характерно выраженное антихристианское значение. Чем это связано? Этот эпизод относится к царствованию императора Диоклетиана, собственно, которому извинялась в вину смерть, мучение Святого Георгия, да, вот, исторического Святого Георгия, которое состоялось где-то примерно, ну, по оценкам историков, первые годы четвертого века. Итак, будучи приверженцам культа олимпийских богов, Диоклетиан, ну, он стремился вдохнуть новую жизнь в старую римскую религию. Во время его правления, то есть, такая необходимая вонная для нас, во время его правления была предпринята попытка возвращения к традиционным римским религиозным ценностям, то есть, олимпийские боги и прочее, прочее. Но эта реформа сопровождалась массовым преследуемым христианам, в принципе, как и других конфессий. То есть, в процессе одной из очисток был разрушен город Коптес, который являлся в последнем плене центром почитания сета крокодила. То есть, вот того самого, который был представлен, собственно, Борисович. И в 302 году жители Александрии воздвигли колонну с надписью, выражающую благодарность императору Диоклетиану. За эти все репрессии, скажем так. И теперь вот Диоклетиан в ранге нового Юпитера вводился в национальную мифологию в виде нового гора, выражающего сета крокодила, который, между прочим, еще символизировал собой и христиан. То есть, опять-таки, тут нужно еще вспомнить о том, что один из первоначальных символов христианской традиции не крест отнюдь, а рыба, которая, естественно, связана с символизмом милии дракона. Поэтому уже с самого начала вот этот образ змееборца он, да, он вызывал ну, некоторые такие подозрения, скажем так, вот, у христианского священноначалья. То есть, в принципе, это вполне понятно. Вот. Ну, и возвращаясь к генезису, к происхождению, собственно, формирования образа святого Георгия, нужно сказать, что вот, невзирая на все эти масштабные репрессии, да, старая римская религия, которая пыталась реанимировать диатлетян, была же, к сожалению, не в состоянии консолидировать римское общество изрядную часть, которого к тому же уже составляли собственно христиане. Окончательное понимание этого наступило в царствовании императора Константина Великого. Не являясь, подчеркиваю, не являясь формальным христианином, он крестился, собственно, перед смертью, Константин предоставил христианству особый статус и активно участвовал в его церкви, добиваясь единства, как и непременного условия римской империи. То есть лично мне кажется, что Константин был не столько христианином, сколько политиком, политиком, метафизиком, который реально оценивал ситуацию. Но это мое мнение, совершенно никого-то не распространяю. Так вот, о генезисе, собственно, этого Георгия, происхождение этого образа. Современник император, римский историк Евсей Викисарийский упоминает, что Константин велел изобразить себя великольного воина, прождающего дракона, и пометить это изображение над входом в переднюю палату императорского дворца. Ну, собственно, можно сказать, что вот это первый шаг, такой символический акт, это отправная точка христианизации образа вот этого героя Змейборца, который на самом деле, еще раз подчеркну, входит с вами корнями в глубочайшую происторическую древнюю. понятно, что мы здесь, наверное, не место говорить о глубочайших конфликтах, старые и новые элиты военно-политической религиозной римской империи, да, понятно. Нас интересует прежде всего Святой Георгий. Симптоматично для меня, во всяком случае, что именно собственно Константин вложил самую главную лепту в создании этого культа. То есть, судя по всему, не без участия в предположении, в общем-то, первый храм, посвященный Святому Георгию, появился на территории Юнской империи, да, вот, и от них неслучайно центром нового культа стал метод захоронения Святого Лида, та самая область, в которой еще недавно годились христиан, римские императоры-язычники изображались в виде драконоборцев. То есть, Константин таким образом пытается легитимизировать пульт драконоборцев в новой христианской парадигме. Это очень важный момент, скажем так. То есть, Константин пытается исправить ошибку диаклетиана, он пытается как бы влить новую кровь в старый миф. И, в общем-то, это понятно. Это во многом возможно оправдывает. Да, потому что это не просто как бы реанимация некого трупа. Судя по всему, за культом того, что называется Святой Георгией Победоносец стоит и стояла очень древняя традиция разговора, который я все-таки предлагаю подлушать после небольшой музыкальной паузы. Хорошо. Переходим на музыкальную паузу. Не очень большая, три с небольшой минуты. Для слушателей радио на бой слышно звучать для зрителей Ютуба, к сожалению, я буду вынужден выключить, потому что уже объяснял многократно, Ютуб требует доказательства, что музыку мы имеем право эту крутить. Итак, прерываемся, отдыхаем и потом продолжаем. Выслушайте Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 8 февраля 2017 года четверг, по одному из старинных 20-й день месяцев уже 7525-го лета неделя. Тема эфира «Неизвестная история культа Георгия Победоносца». Алексей Комогорцев нам сегодня рассказывает. Он у нас сегодня автор-сказитель. Алексей, пожалуйста, предоставляйте микрофон. Если какие-то будут пожелания, стесняйся, говори. Когда закончишь тему доклада, мы перейдем к вопросам от наших радиослушателей. Вопросы, напоминаю, мы принимаем в чате Народного Славянского Радио. Слава. мир.орг — это сайт. Набирайте в любом поисковике Народное Славянское Радио. Дальше ищите слово «чат», регистрируйтесь, если еще не регистрировались. Логин, пароль и e-mail простенький. И все, это делается один раз. До нового сайта. Скоро новый сайт появится. Или принимаем еще на канале Ютуба. Можете на наш канал Ютуба войти, там живая трансляция, там есть маленький чатик, оттуда тоже вопросы попадают. Но обязательно в начале вопроса пишите вопрос в эфир. Дальше представляйтесь по-русски, как вас зовут, например, Семен Семенович из Липецка. И дальше сам вопрос. Пожалуйста, Алексей. Ага, спасибо, Алексей. Вот, значит, продолжая эту тему, говоря о египетском следе, то есть рассуждая об этом, я не могу не упомянуть о, как называемом, грагонском следе Святого Георгия, культо знающих, культо знающих слова, владеющих словом. О чем идет речь? Дело в том, что есть такой маленький народ в Африке, значит, на территории Мали, догоны. Они в основном известны, печально известны, да, на печальных кавычках, разумеется, вот, этими легендами об инакулонитянах, что прилетали в Сириусе и прочее, прочее. Это отдельная очень серьезная тема, которая требует очень глубокой и корректной проработки. Но сейчас и не об этом, я говорю про то, что у народа догонов, который, возможно, был тесно связан с египетской традицией, да, у них существует очень интересная иконография, связанная теми же самыми, вот, седоками, наездниками, на крокодилах. Если мы посмотрим на произведение современной бронзодагонов, мы увидим как бы многочисленные изображения существ человеческих, сидящих, верхом на крокодилах, передвигающихся, верхом на крокодилах, очень часто, часто в парах, и, как правило, ездок, как говорится, вот тут, впереди сидит, да, у него в руке находятся жезлы. Опять-таки, да, мы видим трикличку между сибирской традицией, владеющих словом, которые там использовали палочку, трость, там еще что-то такое, да, между традицией христианских святых, которые использовали опять-таки ту же самую трость, между изначальной традицией, связанной со святым Георгием, где он не использует копье в качестве орудия убийства, а на самом деле это жезлы, да, он просто смиряет силы, укращает их, вот, то есть, судя по всему, мы в случае со святым Георгием Победоносцем имеем дело с очень древней традицией, оно, в смысле, Египта я уже проиллюстрировал, как бы, уходящие своими корнями в глубочайшую древность, которая состоит в том, что некие люди имеют возможность взаимодействовать с некими реликтовыми чудовищами, не убивая их, трансформируя эту энергию на определенный миростроительство, что я понимаю под миростроительство, это не я понимаю, опять-таки, да, опять же, обратимся к работам в Холстернене, мне милой Артемовны Кремницкой, да, связанной со знающими, когда она говорит, что вот знающие, которые существуют, еще раз говорю, по сей пору, они используют так называемых заморфных помощников, да, ну, совершенно мне антипатичным такой вот космогоний Карлоса Костанова, союзник, это очень близко, да, хотя, еще раз говорю, я лично сомневаюсь в том, что адекватное передавал, но наши отечественные фольклористы, они зафиксировали, в общем-то, есть антипичный эффект, еще раз, всех интересующихся, отправляю к работам клиничным, они зафиксировали, что, собственно, вот эти зооморфные помощники, в том числе, которые выступают иногда в виде СМИ, там, и так далее, то есть, они передают посвященному некие знания, да, то есть, они входят в некий контакт, таким образом устанавливается некая связь между человеческим социумом и нечеловеческим, да, то есть, это очень важный момент, принципиальный момент, потому что тут есть такие вот две точки дефорта, потому что есть, судя по всему, было и есть отчасти возможно, культ литва чудовища, связанный с человеческими жертвоприношениями, что я имею, это вот тот культ, культ ящера, культ ящера крокодила, который реконструировал наш дорогой академик Рыбаков в своих работах язычества древних слоям, язычества древней Руси, тему там поднял, и он говорил о том, что существовали некие культовые площадки, связанные с более древними архаичскими слоями верования, на уровне которых даже иногда приносились человеческие жертвоприношениями. И вот культ героев, культ святого Георгия. А ведь до культа святого Георгия был культ божеств первым того же самого, То есть это культ божеств дружины, дружины, воинской дружины Игоревичей, то есть культ того же самого Владимира и так далее и тому подобное. То есть была попытка каким-то образом туннелировать определенные тенденции деструктивные, безусловно, как бы их направить в определенные рамки. Поэтому в этом смысле культ святого Георгия он выглядел как универсальным компромиссом. Но еще раз говорю, мне кажется, но это опять-таки я не могу претендовать на некую объективность. Мне кажется, что культ Георгия это более архаический культ. Это древнейший культ, который связан с попытками обуздать и даже может быть каким-то образом демистицировать, то есть такое демистикация это одомашнее канализировать в конструктивном управлении некую нечеловеческую энергию, связанную вот с этим собственным чудовищем, которым ранее приносили жертвы. А то, что человеческие жертвоприношения происходили на пространстве, чем на европейском пространстве, в Германии и вообще все. Совершенно очевидно, да, все, кто интересует и отсылает к работам Рыбакова. То есть это тема серьезная. Насколько это тема, не потерявшая свою актуальность. Я тоже сейчас мы попытались поднять в этой работе, которую я вам говорил, даже вы динозавры в каши. Понимаете, мы попытались проанализировать вот этот феномен реликтовый чудовищ с точки зрения актуальности, в том числе с точки зрения политической актуальности. Почему? Ну, потому что человеческие решетовоприношения были и попытались заменить. тем не менее, часть из них, в общем, как бы, часть системы осталась. Например, в частности, вот, большой раздел я в своей работе, посвящаю, как бы, вот, своим сектору, сегменте, работы, я посвящаю, собственно, венецианской аристократии, да, которая, возможно, возможно, была связана как раз такого рода шертовоприношения. В частности, о чем идет речь, я поясню. Например, некий обряд, который функционирует до сих пор. Обряд обручения с морем, венецианский, да, обряд обручения с морем венецианского должен, хотя должен уже сейчас нет. Да, там эту функцию выполняет мэр. Да? То есть, в принципе, в принципе, считается, что мэр обручается с морем. Но существуют исследователи современные европейские, в частности, это вот Шан-Поль-Пур, которые говорят о том, что и в современном немеце сохраняются остатки человеческих, такие вот религии, человеческих жертвоприношений. То есть, до сих пор вот этим существом, ну, такой коннект, связь, попытка установления связи существует, да, то есть, рыбаков говорит о том, что, ну, вот такие вот попытки установления, таких взаимоотслей, но они были характерны там для дохристианской Руси. это чудовище, оно контролировало некий водоем, да, соответственно, рыбаки, чтобы вот получать хороший улов, они вынуждены были устанавливать такие взаимоотношения, то есть, мнение Рыбакова, там, подтверждается доводами Афанасьева, нашего известного фриклориста, да, там, потом он говорит о том, что впоследствии жертвы человека замещаются жертвы коня. Тот же самый материал мы можем в Китае, Японии, так далее. То есть, речь идет о том, что культ Святого Георгия не просто возникло на кухне, боролся с щедовищем, а культ Святого Георгия возник на фоне антиканизма с другим культом, не менее распространенного даже более культом подземных подводных сящих, к которым частности приносились регулярно человеческие жертвоприношения. Вот я тут наших слушателей, хотел сказать, читателей, слушателей отправляю произведением американского такого визионера, замечательного, писателя Говарда Филиппса Лавкерста. Там у него это все очень тесно написано, хотя он вам все это сам не верил, но, как правило, знаете ли, те люди, которые не верят в это, они иногда очень красочно и очень достоверно описывают то, что действительно потом подтверждается источниками, документами. Вот мы ковыряемся в этих источниках, и очень много чего нашли. Оно спорное, оно может неоднозначное быть, да, в общем, мы постарались эту версию представить, внимание, собственно, зрителей, да, не ожидая какой-то особенной реакции, потому что сейчас время такое, что, извините, в ЖЖ там выложили что-то, и, в общем, можно особо не заботиться, вот. Но мы постарались сделать акцент на неком качестве продукта, да, неком качестве материала, который мы представляем вашему вниманию. то есть если мы говорим, что появилось такое существо, да, из воды, мы стараемся отвечать за то, что он действительно появился, за то, что эти факты, они действительно документальны. И мы пытаемся увязать это с традиционной, не просто русской культуры, дело в том, что в этом смысле, в смысле, опять-таки, святого Георгия, русская культура имеет выход на такие вообще глубины славянской культуры, общечеловеческие оно у нас ругательное слово, конечно, понятно. В общем, оно имеет такие выход на архетипические это ствол в глубине. И для того, чтобы понять глубину этого выхода, конечно, нужно знакомиться и в Греции, и с Египтом и так далее, и так далее, и тогда открывается совершенно особенная картина. Картина противостояния двух культов. Одного хтонического культа, связанного с культом почитания водных божеств, связанного с почитанием чудовищ, опять Венеция, тоже самое нажим. Вот, когда за какие-то материальные блага приносятся в жертву люди, понимаете, и вот посредник, Алиса Парен, некий морским чудовищ, да, посмотреть на площадь святого марка в Венеции, где крокодил и ящер изображен. Есть другая альтернатива, когда герой вступает во взаимодействие чудовище, не убивая его, но опять-таки использую его и, как бы, так сказать, манипулируя нехорошее, словом, ну, скажем, умиротворяя его, пуская его энергетик на некую пользу, да, есть основания полагать, даже наши, как будто святые отшельники пользовались этими практиками, но об этом мы расскажем в своей книге, я об этом сейчас-то скоро, к сожалению, не расскажешь, поэтому, ну, собственно, мы вот, в нашу работу представляем нас у зрителей, почитайте, посмотрите, надеемся, что какие-то ваши отшельники, они добавят некие элементы в общую картинку, а картинка очень сложная, непростая, поэтому наш святой Георгий, изображенный в гербе, собственно, Москвы, он очень непростой с ним, это очень серьезная интеллектуальная духовная духовная работа над правильным пониманием этой символики, чёрт говорю, как мне кажется, например, за этим символом состоят очень серьезные силы и традиции, которые актуальны в пусть и в эпоху. Вот, ну, теперь мы, наверное, готовы ответить на вопрос. Хорошо, хорошо, раз готов, давай будем отвечать. Давай. За нашими радиослушками такое не станет, чтобы они оставили без вопросов такого интересного рассказителя. Итак, вопросы разные, сразу говорю, есть, которые конкретно по теме, есть близко к теме, так что будь готов к этому. Давай жестких, начнем жестких, интересно. Жесткача, да? Нет, как они поступали, как они поступали, давай так, я буду, чтобы не запутаться потом, что задавали, что не задавали. Вопрос в эфир от Владимира Измытища. Здравия тебе, Алексей. Георгий Победоносец был родом из Антлани? Антлани. Это вот так, да, все? Ну, вот такой вопрос, да, короткий. Значит, смотрите, кто его задал, прошу прощения? Владимир Измытищ. Владимир, Владимир, спасибо за вопрос, большое, огромное. Значит, понимаете, я так полагаю, что тут было совсем неважно, кем он был конкретно, да, физически. Тот Георгий, да, вот из Антиохии вообще на самом деле. В принципе, ну, можно дать историческую справку, да, кто как, кто полагал его кем, то есть, ну, официально, официально, еще раз подчеркиваю, что он был из Лиды. Вот. Ну, на самом деле, Святой Георгий это архитект, ну, по-моему, да, то есть, это то, что из него сделал Константин, в принципе, они взяли конкретного человека и вложили в него некие архетипические черты, некие очень древние традиции. То есть, Святой Георгий это просто вот конкретный исторический носитель, да, того архетипа, который существовал там в десятки тысяч лет. Вот так как. Давай, иначе мы не успеем. Да, то есть, получается, что это не просто какой-то конкретный человек, это сборный такой, сборный тип. Нет, 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 это конкретный человек, который в данный момент воплощал древнейший архетип. То есть, ну, по-моему, да, я не хочу никого оскорблять. То есть, да, действительно, был исторический мученик Георгий, но на него поверх наложили вот эту вот как бы архетипическую миссию по легатимизации в христианской традиции определенного архетипа змееборца, понимаете? Вот как-то примерно так. Так я про это и говорю, получается, что если мы находим древние какие-то свидетельства, где также еще до христианства есть кто-то, кто со змеями занимался, да, похожим на Георгия Педоносца, и потом, как это делалось во многих религиях, появлялся человек, на которого возлагались конкретные носители. Правильно, потому что нужен конкретный там Иван Матросов, понимаете? Ну, нужен герой с нашего двора, понимаете? Я прошу прощения. Понятно, понятно. Но это прием известный, да, и во многих религиях он прослеживается. Например, если мы сравниваем древнюю веру, я к слову язычество здесь не очень хорошо люблю применять, но древнюю веру, которая до христианства была, если мы сравним те праздники, которые до сих пор сохранились у староверов, те, которые не христиане, и у христиан мы увидим, что практически в один и тот же день есть праздники христианские и староверческие, например, кто-то это языческим называет, кто-то там ведическим, по-разному. Но самое интересное, что функционал, например, богини древней и первоапостольной или святой, или святого, он точно такой же, как и там в древности. Например, это даже Пороске, Пятница, это Макош, например, это Перун, а здесь Громовержец, например, кто у нас 2-го этого августа? Ну да, не помню. Ну понятно. Понятно. А Никола Мокрый кто у нас? Никола Мокрый не знаешь кто? Я сейчас так вот просто это... Никола Мокрый у нас Яша. То есть ящер. Угу. Хорошо. К тому, кому мы монетки бросаем, чтобы, знаешь, в воду, чтобы вернуться. Помнишь, вот обычай? Ну да, что-то такое есть, Я Робов реконструировал, собственно. Вот поэтому я все классиком отсылаю. Хорошо. Ну да, если я учусь, что все-таки Рыбаков реконструировал по летописям и сохранившимся по верям, которые были уже после 10 века, там более древних у него практически не встречается. А это говорит о том, что в те времена уже много было, что изменено, пришедшие новой религией. Тут это тоже надо учитывать. Кто-то... Ты знаешь, ты на меня не обижайся, просто вот мое мнение, вот я все-таки работал с материалом, немножко отстранен специально, я полагаю, что все, что было функционально, живое, оно вошло, понимаешь, оно вошло, впиталось в православие, не в христианскую традицию, а в православие, понимаешь, в православную традицию. Все, что там живое было, оно впиталось. А что же... Я с тобой историю, как раз про это и говорю. Оно впитало себя, были поправки определенно сделаны, вот я про это говорю, были сделаны поправки. Были сделаны поправки. Да, ну как без этого. Ну ладно, идем дальше. Вот теперь вопрос, который, не знаю, поставьте в тупик, нет. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. Разве Георгий победоносец, дословно читаю, побеждает змея, это не аналог войны древнего Китая, будем говорить с современным языком, с Россией? Понимаете, это, Леш, я нахли, да, или как автору отвечает в записки, как он еще раз напомни, пожалуйста. Автору, Виталий его, живет в Эстонии. Виталий, уважаемый Виталий, понимаете, ну, я сейчас говорю про некие метаисторические архетипы, да, и про некие традиции, которые стоят за этими образами, а вы пытаетесь перевожить на некую политологию. я тут вообще как бы ни при чем, потому что мы говорим про какое измерение, мы говорим про корни определенные, совершенно определенные, традиции, связанные. Я просто понимаю, я просто понимаю, откуда Виталий взял информацию. Я тоже понимаю, примерно. Да, да. Вот. Так что идем дальше, ясно, ясно, идем дальше. Про Китай это отдельная тема, я Китай люблю очень сильно, то есть мы можем поговорить про Китай. Хорошо, хорошо. Ловите на слове. в контексте драконов, потому что затравка сейчас, да, у Китая были всадники на драконах, династии, которые летали на драконах, и они же были у славян. Вот это затравка. Интересно. Реплика в эфир от Андрея из Ютуба. Есть мнение, что это изображена победа, о, опять, над китайцами, заключение мира, от которого ведется летоисчисление 7525-го лета. Все раз говорю, Китай, крайне замкнутая цивилизация, понимаете? Это надо четко понимать. Не нужно переносить вот сегодняшние реалии, да, такие вот, когда мы знаем, а, да, вот есть Китай. Тогда вообще единицы людей знали про Китай, прошу прощения. А гораздо насчущнее была тварь, которая, извините, выходит, и которой вы вынуждены платить дань некими вашими, прошу прощения, соседями. И не факт, что вашей семье зато не полакомится. Вот очень грубо я так это изображаю. Поэтому Китай, понимаете, по-русски, своя рубашка ближе к телу. Поэтому, чтобы делать такие обобщения, не знаю, как бы, вводительный материал. Понятно. Так, дальше вопрос из Ютуба, из чата Ютуба. Я вот прочитаю, как он есть, вот разберёмся вместе, что это означает вопрос. Что нам даёт эта информация, в скобочках, ставшая известной история культа Георгия Победоносца? Преимущество в информационной войне? То есть, вот что этим эфиром мы дадим очень хороший вопрос. Это классный вопрос, я считаю, что это очень важный вопрос. Я просто сразу говорил, чтобы вот этот автор, значит, либо мне написал автор этой записки, либо постарался достать 17-й выпуск «Волшебной горы», где я отвечаю, в чём вообще актуальность вот этого культа чудовищ, да, в различных традициях. Потому что чудовище, на самом деле, это в том числе одна из апостасей. это символ неких тектонических изменений. Понимаете? Если мы управляем чудовищем, мы управляем энергетикой всего мира. Если мы это не контролируем, извините, это контролирует нас. Поэтому, конечно, вот этот вопрос я просто выделяю, и актуальность это очень верна. Потому что дело даже идёт не просто про физических каких-то ящеров, которые там выползли, знаете, ну, реликты, ну, отрубил он ему голову, да, и пошёл. Да нифига. Нифига подобного. Вот существует до сих пор в России, на руси, у славян, не только, я уверен, традиция знающих. Там есть, она закрытая совершенно, её знают только фолкалисты. Это не языческое, это не уязычества. Прошу прощения, это не то совершенно. Это именно определённая традиция, как закрытая абсолютно. Да? И там присутствует как чудовище, как союзник, не только змей, там, не важно. Это очень важно, потому что это осуществление коннекта, связи с некими другими уровнями реальности, понимаете, которое ошибочно может быть толковалось, как круговство и так далее. Это ошибочно. Оно существует до сих пор. И неоязычники, ещё раз подчеркну, к этому никакого отношения не имеют. По моему глубокому убеждению, вот неоязычники это продукт ЦРУ-КГБ. Прошу прощения. Идём дальше. Вопрос эфира от Владимира Изматича. Алексей, что по мне, так этот сюжет похож на обыденную ловлю дракона, на живца. Просто невежественные папуасы, увидев сюжет этой ловли, описали его в своих скрижалях, послуживших потом основой для написания, так сказать, книги-книг. Как ты думаешь? Такая версия, естественно. Отличная версия, очень хорошая, но если у них это в разных культурах, я прошу обратить внимание, ещё раз спасибо за вопрос, классный вопрос, хороший, в разных субкультурах этот контакт устанавливался не просто потому, что там злобный дракон приходил, им нужно было давать этих женщин, нам прочее. Он им откаты давал, понимаете? Опять-таки, посмотрите на Венецию, да? То есть, грубо говоря, они за это получали определённо, там, рыбное ловлю, Новгород. ещё раз говорю, давайте обращаться к классикам, к Рыбакову, прочее. Люди получали от этого союз. Они, ну, как бы, невозможно установить союз, если ты не получаешь от этого дивиденды. Если в разных культурах этот союз зафиксирован, да, он фиксируется на протяжении достаточно длительного, продолжительного времени, это говорит о том, что люди, которые вступают в этот союз, они получают определённые дивиденды. Я вам даже больше скажу. Я вообще озвучу ту вещь, которую никто не говорит. Я вам скажу, условно, что те люди, которые поддерживали вот эти связи с хатомическими чудовищами, они совершенно были не заинтересованы в появлении героя. Он им с ума зарубил, понимаете? Они получали от этого прямую возможность финансовую возможность. Ещё раз говорю, обращаю ваше внимание на Венецию и её роль в современной геополитике. Понимаете? Обращаю ваше внимание на Ахвата. Дело в том, что прибыль может исчисляться не только материальным золотом, которым какие-то товарищи или рыбы примитивные, но дали вам половить эти чудовища рыбу или золото доскать. Понимаете? Эти контакты гораздо сложнее. Мы с своими коллегами пытаемся привлечь внимание именно к этому измерению, к этому аспекту. Понимаете? Это очень сложно, потому что сейчас мозги людей зашли недостаточно. Поэтому актуальность этого вопроса это актуальность контактов с хронической сферой, которая всегда была батарейкой. Батарейкой для организованного мира. Возьмите греческую мифологию, прошу прощения. Обратитесь, почему этих геках, титанов, прочих этих, которых я не могу выговорить, их не уничтожают, их ссылают в ссылку под землю. Они генератор этих энергий. Эти энергии можно использовать. И вот эти черномагические искусства, практики, в первую очередь завязаны на человеческие жертвоприношения. Они связаны с попыткой использовать эту энергию и трансформировать ее в актуальный интерес, в актуальный капитал. Понимаете? Я уверен, что я еще раз опять-таки обращаю вашу мысль на Венецию, да, как такое гнездо зарождения современной западной традиции своеобразной. Я обращаю ваше внимание на ее связь именно с этими хроническими основаниями. Но в данном случае я говорю, что у святого Георгия и прочее, он связан с другой стороны с возможностью использовать ту же самую батарейку, но в другом смысле, с другой целью. и об этом говорит опыт наших пустынников, да, и прочее, прочее, что это просто энергия. Эти чудовищные основания реальности, это просто колоссальный аккумулятор. Его можно использовать в одну сторону, в другую сторону, понимаете? я не говорю, что я не ставлю минус и не говорю, что эти чудовища однозначно нужно уничтожить, нельзя уничтожить. Эти чудовища являются основанием нашей реальности, энергетической. Но есть несколько способов взаимодействия с ними. Есть контрпродуктивные, да, человеческие жертвоприношения, когда некие группы получают за счет взаимодействия определенных дивидендов. Да, западные, например, в частности, я не буду сейчас говорить более подробно на эту тему, вот. Есть конструктивный момент взаимодействия, который я условно обозначаю святой георги, да, который не убивает чудовища, да. Это очень интересная мысль, это очень важная мысль. Есть аккумулятор, и вот вы его можете по-разному использовать, по-разному с ним взаимодействовать. Понимаете? И вся ответственность ложится не на аккумулятор, она в вас. Вот так. Так, идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия с ведущему. Какой самый древний вариант датировки образа Георгия Победоносца, когда впервые по вашим исследованиям он встречается в летописях и сказаниях? И какие еще встречаются дохристианские названия у этого образа? Благодарю. Олег из Иркутска. Спасибо, Олег. Значит, смотрите, есть попытка реконструирования нашими словистами основного индоевропейского мифа, где вообще, еще Святой Георгий не поминается, но где вообще в основе мифологии индоевропейской помещается миф о взаимодействии, противодействии солнечного божества, просто перуна условно, и, собственно, змея, чудовище. То есть, это такой космогонический миф, он вообще уходит своими корнями в такую древность, что ее датировать невозможно в принципе. На самом деле, следы этого мифа, следы этого архетипа вы можете встретить в различных традициях. Он, скорее всего, действительно, как я полагаю, протоиндоевропейский. Единственное, что он, могу единственную заметку сделать, что в глубине своей, вот, парадокс, да, он не артикулируется в египетской традиции. При всем, при том, что я сказал о том, что в римский период мы видим там иконографию города, который повергает с этого крокодила, значит, в мифологии древней египетской вот этого наездника он отсутствует, понимаете? это тайна, потому что Египет для нас все равно остается загадкой большой, но еще раз говорю, что это образ очень древний. То есть Георгий, важно, чтобы вы понимали, Георгий это просто одно из многочисленных отражений этого архетипа базового, который лежит чуть ли не в фундаменте нашей цивилизации. Вот как так? Из Ютуба вопрос от дяди Стёпы. Все, кто не представляется по-русски, будет у нас озвучиться как дядя Стёпа. В храмах исчез образ святого Георгия. Кто еще обратил на это внимание? Почему пропал? Секундочку, давайте начнем с того, что с истории. Я еще раз подчеркну, что я всех в принципе, всех, кто интересуется этим вопросом, для начала, знаете, как говорится, вот есть такой термин, мне очень нравится, он негативный, он совершенно позитивный, учите мочать, мы учим мочать. Для начала я рекомендую просто в сети найти статью замечательную «Пропа змееборства Георгия в свете фольклора». Это как бы об исторических аспектов вхождения Георгия в русское пространство, скажем так. Вот я очень рекомендую это. Вот, Георгий сейчас, какой Георгий сейчас? Есть два Георгия. Есть Георгий Песнов, Мучерин, есть Георгий Драконоборец. Два разных аспекта. Есть третий аспект, ну, совершенно неизменный, политологический, связанный с тем, что, Георгий Георгиевский Ленточка, понимаете? Вот он и сейчас, потому что, вот он олицетворении Георгиевский Ленточки. То есть, надо понимать, с чем мы в данном случае конкретно имеем дело. Вот и все. Но, я еще раз говорю, что Змееборство, оно уже, как бы, Георгий, оно уже, сейчас, извиняюсь, много лет реабилитировано, то есть, и на гербе, собственно, Москвы, Святое Георгий, да? При этом, да, я не помню, я говорил, нет, что нужно помнить, что не всякий всадник с копьем поражающий змеи, чудовище это Святое Георгий, потому что Святое Георгий исторически был, как бы, юридически был закреплен, как Святое Георгий, указанный Тетра. Жду этого, как бы, очень часто вместо Святое Георгия заменяли всадники, то есть, князья, которые, да, изображали себя в виде места, ну, регионального вида, что называется, который изображал себя, поляда, я сейчас, думаю, вот так. Алексей? Так, хорошо, идем дальше. С вопросом, я здесь, алексей, можно небольшой перерыв буквально сделать, буквально две минуты. Ну что ж, раз перерыв, значит перерыв, делаем две минуты с небольшим, слушаем музыку. Да, две минуты с небольшим. Музыку про зиму. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Я напоминаю, что сегодня 9 февраля 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 20-й день месяцев и кстужа, 7525 лета, неделя. Неизвестная история культа Георгия Победоносца. Вот такая у нас интересная тема и не менее интересная наш сегодняшний собеседник, сказитель Алексей Комогорцев. Итак, по вопросам, будем дальше продолжать, или что-то хочешь дополнить, может быть, какая-то мысль родилась. Продолжаем. Давайте продолжаем. Вопрос в эфире из Ютуба от Егора из Барнаула. Есть теория, что Георгий Победоносец женщина видел изображение в Яндексе. Объясните, пожалуйста, эту теорию, или это флик здесь написано заранее благодарю. Это фейк, совершенно очевидно, потому что святой Георгий воин, да, нет, естественно, в традициях различных как бы используются женщины, да, но в данном случае это неприменимо к святому Георгии. Понятно. Следующий вопрос от Владимира из Матищ. Алексей, может быть, эти огромные змеи, драконы это просто стрелочник в кавычках? Например, рыбака рыбу не наловил, возвращается в деревню. Где рыба? Дракон забрал. Охотник олень не добыл, возвращается. Где добыча? Дракон забрал. Поехали в среднюю деревню за невестой, получили полбу, возвращается. Где невеста? Дракон забрал. Хороший вариант. Нет, это не вариант, потому что все гораздо страшнее, все гораздо печальнее. Еще раз отсылаю к работам Рыбакова, где говорится о регулярных человеческих жертвоприношениях. Понимаете, это, ну, вообще, принцип такой, что это традиции, что сохраняется, значит, это наполнено определенным функционалом, понимаете? поэтому, судя по всему, это не только распространено было в узких районах, а это вообще было распространено в то время, да? Опять-таки, были распространены вот это вот, то, о чем я говорил, культы подземно-подводного чудовища, которому поклонялись и приносили регулярные шерства не потому, что он им нравился, а потому, что он представлял реальную угрозу, понимаете? Вот представьте жизнь рыбаков, которая связана с добычей, там, например, рыбы. Понимаете, если вы не договоритесь с этим, что-то вещь, не будет улова просто, и все. Поэтому, ну, в традиционной культуре все очень жестко, сохраняется только то, что функционально, понимаете? Что представляет функциональное значение. Поэтому, конечно, мы можем сейчас над людьми шутить на то, что и в Европе, и на территории России приносили регулярные человеческие, подчеркиваю, это приношение. Это говорит о очень серьезной ситуации. С другой стороны, сейчас здесь еще один вопрос есть, который касается нашей сегодняшней тематики, но с другой стороны, вот на мой взгляд, такая версия, если позволишь, существует древняя традиция, существует новодел, о чем мы уже говорили. Существует промежуточная традиция, которая вот что-то взяла корни из древнего, что-то из новодела, то есть корни потеряны, что-то изменено и так далее. Вот если мы возьмем даже писания, которые до нас сегодня сохранились, там упоминаются, например, азы и ваны. Вот азы, они жили по древним традициям, то есть не брали себе родственников, жены, мужья, матерей не брали, жены, сестер не брали, жены, а ваны брали. Например, азы никогда не приносили человеческие жертвоприношения, а те же самые, как кого принято называть немцами, отошедшие от нашего языка, то есть от народа, они уже приносили жертву, и другие народы приносили жертву человеку. И тому свидетельствует одна из заповедей, которая дошла, у Рыбакова я не встречал, но она дошла из других источников. «Не приносите на латы жертвы кровавые, не гневите богов ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от созданий божьих». То есть это говорит о том, что если люди жили по древним заповедям, они человеческие жертвы вообще не могли принести никак. А вот те, которые уже были отступники или с изменённым представлением ушедшей традиции, вот там вполне возможно я допускаю, что до такой глупости и гадости уже доходили. В этом вопросе следует совершенно чётко учитывать то, что существовали многочисленные региональные культы. Региональные, подчёркиваю, да? Люди жили в определённом регионе с определёнными как бы, так сказать, условиями. Понимаете, им, грубо говоря, ну, они должны были вынуждены были ориентироваться на ту ситуацию, которая складывается. Понимаете? То же самое в Европе была ситуация, когда, там, да, одна, опять-таки, легенда, когда вот люди жаловались королю, Франции, на некое местное чудовище. Ну, он посылал инспекторов, потом посмеялся над серостью и глупостью местных крестьян. И всё. Понимаете? А люди в этом жили. Понимаете? То есть вот этот аспект совершенно чётко нужно учитывать, то, что, ну, какие-то вот человеческие жертвы, это вообще, на самом деле, такая штука крайняя. От хорошей жизни на этом, мне кажется, не идут. Да? Особенно, если мы говорим про то, что, как вы, как ты, Лёша, сказал правильно, совершенно справедливо, что, да, что, доминировала такая вот относительно гуманистическая позиция. мы не приносим кровавые жертвы. А с какого Лешего мы тогда их приносим? Это означает, что людей вынудили к этому. Да, что-то изменилось, что-то произошло. Что-то поменялось. И при этом, знаете, это не то, что вот там ситуация, сажали одного условно путника, и мы сейчас побежали, значит, сигнализировать центральной власти о том, что вот что-то. А люди сами начинают приносить регулярно, да? Вот это ненормальность. Вот как раз вот этот культ святого Георгия, хотя на самом деле, конечно же, наверное, это все по-другому называется, когда был призван регулировать эти моменты. Поэтому я очень сильно подозреваю, что он существовал не только на русском, да, и в Китае, там, и... Кстати, между прочим, это отдельный вопрос о перекличках, да, между китайскими, теми же, японскими жертвоприношениями славянскими. Рыбаков о чем говорит, да, что человеческую жертву потом заменили лошадью, потому что они воспринимали, значит, вот это водного дракона как лошадь, поэтому мы лошадь жертвуруем. Афанасов об этом уже пишет, собственно. Вот. То же самое мы имеем дело и в Китае, и в Японии. Значит, дефицер, специалист по японским и китайским пультам об этом пишет. Это очень серьезная тема, это как бы, это очень непростая тема, да, особенно тема человеческой еще такой жертвоприношения. Так что это, в общем, это заслуживает серьезного рассмотрения. Да, да, вопрос нам сейчас, современным людям, которые хотят жить в ладу с природой по совести, как поступать? Понятно, что человеческие жертвоприношения для нормального человека — это что-то вообще выходящее за рамки разумности. И если мы обращаемся к какой-то древности, мы должны, наверное, понимать, а почему в древности встречаются такие писания, к какому периоду они относятся. Видимо, тогда что-то поломалось, может быть, в психике, может быть, в существовании, может быть, вынули, как ты правильно сказал, и так далее, и тому подобное. То есть здесь надо очень четко разбираться, стоять на места. К примеру, ведь всем известно, что Калима, то есть чёрная мать существо ваше, если до сих пор существующая где-то в районе Калькуты, она требовала жертвоприношения именно человеческие, но были писания о том, что именно наши туда приходили и наводили там порядок, и поэтому Калима была сужена, культ Калимы был сужен до именно калькутских вот этих пределов, там где-то ещё встречается по чуть-чуть, но до этого Дравидия, то есть Индия, она была этому поголовно вся посвящена, и благодаря только походам, которые опять же описаны в различных трудах и древних, и в том числе и в арийских каких-то и славянских даже встречаются, что были туда походы, и этот беспорядок был там разрушен, был наведён порядок. Такие же мы встречаем описания там, например, у южноамериканских индейцев, где там что-то происходило, и там смесь очень серьёзная, там и опять же драконы появились, змеи, и были белые люди, которые по-другому, там в общем такая... Там перемешка была, потому что... Правильно, потому что есть... Я же говорю, что есть дуальность некогда, есть благой дракон, а есть отрицательный дракон, есть благой змей, есть отрицательный. Везде есть... Правильно, это дуальность, Лёш, согласись. Согласись. В любой культуре, в любой культуре эта дуальность присутствует. А вот смотри, Я напомню Кицелька Атля, который запретил пернатый змей, который запретил человеческие жертвоприношения в Америке. Правильно? Правильно? Змей. Дуальный змея, дуальность. И вот я тебе еще раз говорю, и тут я обращаюсь к культу этих владеющих слов, как медиаторов между человеческим социумом, организованным, собственно, этой хитомической природой. Это очень сложная тема, это не такая простая вещь, как можно показать. Ну то есть в любом случае мы сейчас предлагаем людям выбор разобраться с тем, к какому пути следовать, пути, грубо говоря, ванов, которые свои древности потеряли, стали приносить жертвы кровавые и смешиваться, кто с кем придется, или все-таки придерживаться культа азов, или то, что называется гиперборейским, таким путем развития древним. Вы должны сейчас разобраться, то есть на чьей вы стороне, какого направления вы придерживаетесь, светлого или разучитого? Надо прояснить просто, какой архетип над кем давляет, понимаете? То есть вопрос заключается в том, что человек уже изначально принадлежит к определенной традиции, внутри уже себя. Другой вопрос, что он не ковыряется в себе, кто он такой, да? Но он даже в принципе на каких-то бытовых вещах выявляет вещи. То есть не обязательно приносить кровавые человеческие жертвоприношения. Это просто вот достаточно эксплуатировать людей в окружающей конкретной нашей экономической ситуации. Понимаете? То есть как человек относится к окружающим, уже проявляет, каким он на самом деле является. Вот и все. Все очень просто. То есть кто по генетике, да? Человек, кто и проявляется. Даже не по генетике, это скорее архетипы какие. Генетика сложная. Вот знаете, у вас в генах могут быть и те, и другие. И те, и другие борются. Понимаете? Ну что-то главенствует одно, например, да? Или в каком-то моменте. Ваше, ваше, вот твое, например, сознание, оно вольно выбрать между одним или другим. Это уже даже не генетика, это надгенетика. То есть ты можешь, как бы, ты можешь волен, ну, как бы, перебороть себе то или иное начало, в принципе. Которое генетически обусловлено на самом деле. Потому что де-факто, ну, по воле и случае, ты можешь являться носителем обоих качеств. В принципе. Ну, объективно. Мы же не знаем. Конечно, конечно, да. Понятно. Так, следующий вопрос. Ещё вопросы поступают. Ингварь. Вот опять тему поднимает, которую ты уже отмахивался, но он так прям настойчиво. Вы сказали, что версия про древнюю войну с Китаем это уже политика. А вы о другом. Но какая же это политика? Если этот образ стал символом событий, причём здесь понятие, включающие в себя деятельность органов государственной власти, и государственного управления. Сейчас до конца начинай. А такие вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства, странный довод, чтобы отвергнуть данную теорию. Вот как. Я ещё раз подчёркиваю, что мы сейчас про политику не говорим. Мы сейчас говорим про несколько иное. Традиционное содержание этого образа. Естественно, то, о чём я говорю. Любой образ, да, любой символ традиционный можно переложить на некую политическую текущую конъюнктуру. Ну, у нас там в голове. Китай ассоциироваться с драконами. Всё. Драконы, понимаете? Но, а если я вам скажу, что у словаков огромная куча легенд и преданий, связанных с драконами, например, с плохими и хорошими, которые одни приносят засуху, там, а другие, там, шарканы, например, да, они, наоборот, как бы охраняют поля вот этих злых драконов. Вот вам амбивалентность, понимаете? То есть вы пытаетесь свести всё это вот, как бы, ну, к некой такой сиюминутной конкретии. Я же говорю про то, что существуют, ну, некие более серьёзные реалии, которые уходят своими корнями в глубочайшую древность, которые остаются функционировать. А вы их просто пытаетесь перенести на текущую политическую ситуацию. Мы сейчас не говорим про политику, понимаете? И не ассоциироваться. Ну, то есть, скажем так, помимо вот этой версии существуют ещё многие другие варианты, версии, да. Поэтому вот к этому одному, скорее всего, может быть, в данном контексте привязывать смысла нет. Я вообще про другое просто. Я вот и всё, что хотел сказать. Хорошо. Вот в данной ситуации мы говорим вообще. То есть вот есть такие направления, есть такие версии. Поэтому привязываться к одной в данной передаче, наверное, смысла нет. Нет, если мы начнём сейчас с вами рассуждать про политику, да, драконы там и так далее, тому подобное, то есть, ну, это другое измерение проблемы, скажем так. Да? То есть, да, вот если я вам сейчас скажу, что ещё раз, я уже говорил про это, что в Китае, я ещё в древности существовала, династия, значит, всадников, ездящих на дракона, понимаете? Они утеряли эту традицию. И если мы, мы можем рассматривать это с разных точек зрения. Когда ребята буквально катались на драконах, или это образ, что Китай управляет драконами. Что такое драконы, да? Это некие силы, да, там, геомагнитные, геополитические. Понимаете, это разные ракурсы просто. И это разный дискурс вообще, в принципе, в котором мы можем вести беседу. Я сейчас его не беру против расчёта. Мы сейчас говорили совсем о других вещах. Да, поэтому я говорю, предлагаю, что мы рассматриваем разные теории, в том числе и вот ту древнюю войну с Китаем, где Китай — это образ красного дракона. Но в данной передаче, в данной передаче мы не привязываемся только к этой теории. Мы рассматриваем различные сказания, предания, которые всесторонние. Да, мы всё-таки на Георгии в этом случае как бы немножко застряны. Да, поэтому всё-таки передача Георгия посвящена именно к этому контенту. Да, поэтому я бы не хотел, да, отводить. А так, если будет интересно, ну давайте посвятим передачу «Войне с Китаем», поговорим о том, что там будет. Я ещё раз говорю, ну, почитайте. Вот сейчас вот книга выведет наши «Живые люди и динозавры». Почитайте, посмотрите, пишите. Как бы вот мы устроим дискуссию по этому поводу, как бы вот уже. Там будет приведён материал со ссылками, со всеми делами. То есть посмотрите, какие-то вопросы задавайте. Можно даже презентацию с Андреем Жуковым с неполучим у нас здесь. Хорошо, хорошо. Если будет такая возможность, а почему бы и нет, можно прям даже... Можно презентацию, да, дискуссию потом сделать какую-то уже по вопросам, ответы на вопрос. Это, пожалуйста, то есть... Мы просто пытаемся более широкий спектр забрать, вот так. Да, тем более, что я говорю, если ещё раз просто уточняю, если данная теория относится всё-таки к тем, кто к себе называет гиперборейской цивилизацией азами, да, вот там конкретно с Китаем вполне возможно это всё было серьёзно, но существует множество преданий других, где присутствует то же самое дракон, присутствует победитель или там покоритель дракона и так далее. Поэтому сейчас более расширенно, не углубляемся. Абивалентный образ, многополярный, прошу прощения, за такое выражение, это образ такой очень... Мне самому интересна та вот версия, я её тоже знаю. Мы сейчас закопаемся просто, поэтому я ещё раз предлагаю вам, нам на теме сосредоточиться, вот на этой вот святой Георгией. Всё, хорошо. Идём дальше. Идём дальше. Вопрос эфир от Петра из Черновцов. Есть мифы, в которых человек превращается в дракона. Может, дракон — это не крылатые чудовища, а человек, который стал чудовищем? Вот это очень хороший вопрос. Взаимодействие человека и чудовища, да? Это просто классный вопрос, на самом деле. Это очень глубокий. Тут мы подходим к одной из тайн волшебной сказки, да? То есть, о чём писал, собственно, Проб в своей фундаментальной работе «Исторические корни волшебной сказки». О чём он именно писал? О том, что герой сказки, да? Он связан с драконом, кровным ньюзом. Только дракон может победить дракона, да? Что это значит? Что герой, на самом деле, как правило, если поковыряться, его родословный герой волшебной сказки, он происходит от дракона. Именно поэтому дракон знает, кто его должен убить, потому что он просто знает, что другое существо его убить не может. О чём это говорит? Это возвращает нас к такому древнему архетипу, который ещё даже додраконаборческий, да? Опять-таки, если мы почитаем Проб и прочих исследований архетической традиции, не только в России, как бы там Австралии, неважно, это вообще, это архаик. Речь идёт о том, что вот этому образу драконаборца предшествовал образ чудовища, как подателя благ. То есть всё это драконаборчество, оно вторично. Первично то, что герой каким-то образом получает первичные блага, что такое первичные блага, это культура и цивилизация, да? Там первое зерно, там первое орудие труда, плуг, и так далее, ищерева дракона. Собственно, тут я, дорогие друзья, отсылаю вас к книгам нашей недооценённой, совершенно уникальной словистки Натальи Вилецкой. Вот, в интернете они есть, они выложены просто даже, в общем, можно скачать легко две книги. Вот, как раз они этому вопросу посвящены. Что такое вот этот самый загадочный дракон? Ну, она ассоциирует его, как я понимаю, ну, вот, как она писала ещё в 70-е годы прошлого века, очень интересно, что её пропустили, это издание, она подразумевала под драконом как раз некое средство передвижения таких вот культур-трейгеров небесных, которые пришли на нашу землю. Это отдельная тема, но тут я могу её версию, вот эту вот такую смелую, чем подтвердить, тем, что, например, тот же проб, да, анализирую, когда вот там где-нибудь в Австралии, там, согласно мифам, герой достает из чудовища. Ну, вот, опять-таки, да, вот лук, первые плоды земли какие-то, короче, дары культуры цивилизации, да, там присутствует эпизод, где, например, два героя погружаются в этого дракона, он их перевозит куда-то, они выходят и уйсеют. То есть такое впечатление, что впоследствии радиации. Знаете, такое чисто вот, ну, как бы такая вот карго, карго-культ, то есть вмешательство в историю современную таких вот неких очень высоких цивилизаций. То есть это тема отдельная, очень сложная, понимаете, мы эту тему, конечно, фиксируем, но она очень сложна, то есть как бы одно отделить от другого, это, как правило, очень сложно. Но еще раз говорю, вот в случае с драконом есть две градации, да, культ и вообще вся история, связанная с драконоборчеством, это более поздняя ситуация, первично, когда дракон или змей, он наоборот является подателем блага. Отсюда, собственно, как бы происходит происхождение героя, вот змей или дракона, да, и то, что на самом деле настоящим сокровищем, которое охраняет дракон, является не вот этим сокровищем, там, камнем, бронзулетки и прочее, а является сама кровь дракона. То есть, придя к дракону и убив его, герой инициирует некий потенциал, который находится у него собственной крови. Да? Греческий наоборот. Вот так. Это очень серьезная тема, и она действительно оправданная. Если мы поговоряемся в этой тематике, связь, ну, да, слушаем. Понятно. Иду дальше. Вопрос эфир из Ютуба от Егора. Если рассматривать Георгий Победоносцы как символ победы духа над животной плотью и человеческими пороками, дополните свое мнение вот в этом направлении. Благодарю. Хорошо. Значит, смотрите, дело даже не в победе, еще раз, а в контроле, да? Есть такая точка зрения любопытная, что копье, да, вот то, что мы видим на иконе, классическую, она символизирует позвоночный столб. А змей в тех же самых индуистских практиках, он символизирует энергию кундалини. То есть, грубо говоря, герой инициирует и контролирует энергию внутреннюю человеческую кундалини, которая впоследствии поднимается по позвоночному столбу и инициирует человека. На самом деле, ну, я не могу сейчас однозначно характеризовать такую позицию, но я могу четко сказать, еще раз подчеркну, что в наиболее архаических источниках герой не убивает дракона, а смиряет его, усмиряет и направляет его энергию в некое конструктивное русло. Об этом отдельный пласт информации связан со святыми отцами, со сихасскими молитвенными практиками. Да? Это отдельная тема. Еще раз говорю, подрисую всех интересующихся более подробно в наших книгах. Это просто тема отдельного большого угла. Спасибо. Хорошо. Из Ютуба от Максима вопрос. Разве человеческие жертвоприношения это не приношение жертвы того, что сделал своими руками человек? То есть, есть разделение кровавое жертвоприношение и человеческие. То есть, человек сделал, он это приносит жертву. А кровавое, это когда он кого-то режет и кровь выпускает. И об этом, кстати, есть упоминание кое-где. Он здесь не просто так это говорит. Я тоже встречал. Я понимаю, согласен, но вот первенцы вы тоже сделали, например, понимаете, что может быть дороже, чем первенец. Не просто руками сделано, прошу прощения, да, а твой, как бы, первенец. Твоё дитя, например, твоя жена, твоя дочь. Вот что он делает? Опять-таки, мы говорим об особенности архаического сознания, то есть, когда человек может быть жертвует не то, что нужно тому же самому чудовищу условно, а то, что он полагает самым ценным для себя, понимаете? Вспомните цивилизацию майя, которую там богам приносили детей из элиты практически, понимаете, элиты. они просто искренне верили в то, что по-честному надо всё делать, да? То есть, тут надо различать интерес того, кому что-то приносит, и как бы представление об этом того, кто это приносит. Вот это две как бы родницы. А вот из того, что тебе встречалось на глаза, есть упоминание, что славянские народы первенцев приносили жертву? Ну, насчёт первенцев нет, я не могу это найти. То есть, всё-таки вот эти первенцы... Ты знаешь, к Индии как нас, к Индии в Ритро, бог в Ритро, вот это может быть. Но всё-таки Индия не совсем славянские народы. Даже надо уходить в Скифию. Понимаете, что хитрее всё на самом деле, что это отдельный блок, который вот я опять к нашей книге отправляю, да? В общем, заинтриговал ты полностью людей. Книга, книга, книга. Нет, 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 нет. Я там, мы там пытаемся осветить связь такую, что, понимаешь, ведь, ну, мы полагаем, что между Скифом и Славян существует непосредственная связь, да? И, собственно, существовал культ особый, даже не просто у славян, у Рюриковича, например, в частности, связанной со Змеиделой скифской. То есть, в основе этого лежала легенда о происхождении как бы скифов под Змеиделы, Оры там, да, и так далее, тому подобное, известное. и то, что элита политическая России, да, она эту легенду очень серьезно воспринимала. Буквально это, змеидела воспроизводилась на бесчерке и прочее, и прочее. Из-за них это был не пустой слог, говорится, слог. Это было все наполнено определенными смыслами, в том числе политическими. и поэтому в этом свете мы анализируем вот этот вот материал, связанный с хатоническим происхождением протославян тех же скифов. То есть, которые воспринимали у того же ящера, может быть, как рот и так далее, ну, в некотором таком генеалогическом смысле. То есть, тут вопрос очень сложный, очень сложный и тонкий. Жертву, приношение и неже приношение тут генетика, то есть, да, как все это воспринимают, это очень непросто. Опять-таки, давай вспомним эти предания анагог, да, лимонийский и прочее, прочее. Это очень сложный. Опять же, надо понимать, у каждого народа есть свои бога, есть свои учения, свои учителя, свои традиции и так далее. Поэтому надо понимать, что и дракон, и змей присутствуют там и там, но в одном случае, к примеру, дракон может быть благой для этого народа, а для другого он разрушитель. Или, например, вот слово кумир. Кумир у древних славян это такой в миру кум, да, вот родственник в миру. А, например, у иудеев это всего лишь навсего столб, которому кланяться, ну так условно, да, то есть глубины какой-то нет. Или там слово, которое у славян означает что-то хорошее, у другого, у иного народа, что-то плохое. То есть с кем воевали, значит, для одного, кто воевал, на его стороне была сила, это хорошо, а на другой стороне плохо. Поэтому, если мы берём, например, какие-то древние цивилизации, которые обладали более высокими технологиями, примеров этих технологий огромное количество осталось по всему миру, не только там в Перу и Боливии, да, но и на севере, и в Сибири, и на юге, и так далее. Так вот, если мы берём такие народы, которые владели этими технологиями, они могли перемещаться, а то, например, прилетает такое длинное существо с крыльями, его называют «О, крылатый змей», или там прилетает такая, похожая на что-то тарелку, и говорят, ну такой змей-горын, а сзади там ещё что-то у него вырывается, ну понятно. В общем, здесь вариантов, ещё раз, огромное количество, и поэтому надо углубляться, вот то есть, что правильно сказал, углубляться, а не просто так вот бросаться направо-набел. Абсолютно верно, иначе мы просто сейчас растечёмся мыслью по древу, и всё, и просто ещё и утонем в этом деле. Поэтому вот всё, что я хотел сказать, основное я вот сказал по поводу, ещё раз говорю, я так свожу всё к Георгию к святому, вот пока вот это вот то, что… Давайте вокруг Георгия плясать. Хорошо, вот ты сказал про то, что есть люди и народы, которые ведут якобы от каких-то существ, и вот как раз вопрос от Петра из Черновцов. Может, под жертвоприношение человека подразумевается, что на ложе чудовищу давали девушку, наложницу, которая рожала чудовище, поэтому и жертвоприношение. А жертвоприношение лошади это оружие, отдавали лошадь, теряли одну силу для борьбы с чудовищем. О как! Интересный версий. Значит, я сейчас так в позицию сурового академизма залезу и скажу, что в этом смысле воспринимались совершенно конкретно эти жертвоприношения, то есть речь шла о конкретном утоплении просто людей, да, там бросали в воду, в водоем, а там потонет или ее сожрут, уже не важно. То есть вот именно в этом контексте там строят свои предположения рыбаков. И именно от этого я отталкиваюсь. Других свидетельств у меня, к сожалению, нет. Насчет наложи, да, единственное, чем я могу подтвердить эту точку зрения, что в некоторых случаях это жертвоприношение, то есть, да, вот водянику бросали, ну, типа, мы ее не топим, ребят, а мы ее, как бы, в брак ему отдаем. То есть мы, знаете, такие белые пушистые, то есть мы ее просто, мы ее не утопили, кто же ее утопил-то, мы ее там замуж отдали за водяник, и все. А фактически это выглядело как то, что человек и топит. Вот и все. Вот все, что я могу сказать. Кстати, до сих пор, если же про водяника мы говорим или водяного, то существуют такие традиции, до сих пор я даже иногда наблюдаю, встречаю где-то там на каких-то фестивалях, где-то шутейные, где-то так полушутейные, где, к примеру, летом просто берут девушку и вот бросают в воду, ну, не топят ее, естественно, мы просто бросают. шутка, понимаешь? Но это осталось, что бросать, надо обязательно девушку там искупать, бросить, чтобы это вот как бы-то монет, монет, монет куда, хлебушек, там еще что, то есть вот такие жертвы. Это все вот, я говорю, ребята, учить матчасть, просто на самом деле тут ничего, вот классики, вот ребят там ну реконструируют, значит, Рыбаков реконструировал, почитайте, просто почитайте. Интерпретации могут быть свои, ну, я считаю, что надо классики обращаться. Хорошо, так, вопрос эфира из Москвы, в каком веке, каких веках, вернее, здесь в скобочках, на просторах нашей страны приносились люди в жертву, благодарю, такой прям четкий вопрос, когда, ну-ка, пальцем покажи. Прямо просто вот, прям, ну-ка, а я, я хитрый, я же к первоисточникам отошлю, первоисточникам. Ты уже много раз сказал, Рыбакова читает. Нет, 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 я, я сразу сказал, сразу, учите матчасть, да, то есть, единственное, конечно, я могу сказать, что Афанасьев, прошу прощения, вспоминает, да, о том, что иногда, как бы, так сказать, вместо кобылы, вместо лошади, приносили, сталкивали иногда в умут мужичка захожего, да, чужого, не своего. Блядь, тоже жертвоприношение, понимаете, у регулярных жертвоприношений пишет Рыбаков, относя их там, ну, например, датируя рубежом принятия христианской официальной традиции, да, и вниз там, да, то есть, дальше, вглубь веков, там, в Европу, в Германию, и прочее, прочее. Ну, а то, что, наконец, современные жертвоприношения, пожалуйста, еще раз отсылаю вас к книге Бура, значит, сейчас я попытаюсь разглядеть ее название, а, а, ну, в общем, попробуйте забить в интернете книгу Бур, Венеция, и вам покажут о вампиризме, собственно, книжку, он полагает, что до сих пор эти жертвоприношения имеют быть место в нашей актуальной Венеции, скажем, человеческой, чего я, кстати, в принципе, не исключаю, потому что эта традиция, она была распространена по всему свету, и она является как раз антагоничной, еще раз подчеркну, вот по отношению к той регулятивной традиции, которая обечествлена Георгием Победоносцем, на самом деле она как бы обечествлена и многими другими, но просто Георгий Победоносец это просто такой, знаете, символ, знак, там, флаг, вот, и то же самое мы найдем в любой другой традиции, и в китайской, и в японской, одни приносят человеческие жертвоприношения, а другие святые появляются и начинают этих драконов смирять, выгонять и так далее, или использовать как-то, понимаете, но грубо говоря, у вас есть аккумулятор, еще раз повторяю, схему, одни как бы, так сказать, ему в жертву что-то приносят, другие пытаются как-то на благо использовать, аккумулятор тут ни при чем, то есть змей, я в данном случае, знаете, змеи оправдываю, вот, ну в общем, да, чего его ругать-то, кстати, по поводу жертв, если уж мы к Рыбакова, да, отсылаем наших людей и к Афанасьеву, вот, есть еще такая знаменитая повесть временных лет Нестора, вот, там же как раз впервые Нестор описывает первые жертвоприношения, где хоть как-то проливалась кровь, и это 980-й год, как раз время убийства Ярополка, то есть, когда Владимир грохнул Ярополку, Рагнеду, он себе в жены взял, вот, тогда начинается, он ставит кумиры, и там он приносит жертвы, появлялась земля кровью, то есть, до этого земля кровью не осквернялась, то есть, во времена Владимира стали появляться жертвоприношения именно кровавые, вот, здесь надо понимать, что конкретно летопись вот этого Нестора указывает время, когда на Руси, в тех местах, где, вот, сейчас Киев находится, появились кровавые жертвоприношения, до этого, сколько вот, не считай, ни повесть временных лет, ни другие, там не встречается жертв кровавых, и иностранцы, один раз, один раз только я помню, иностранцы указали, что волов приносили, но я не помню, вот век, когда это уже... Я прошу прощения, я вас возвращаю, тебя возвращаю к Рыбакову, вот в этих работах, помнишь, он упоминает не славянские, европейские городища, немецкие, болотные, болотные городища, помнишь? Ну, конечно, мы сейчас про славян говорим, а не про немцев. Я тебе про немцев говорю, про то, что там дофига, вообще огромное количество людей просто приносило жертву, просто как бы... Вот, 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 вот как раз вот тут, как раз я уже помню. И вот тут ты не путай кровавые жертвоприношения, просто жертвы, просто людей могли в воду столкнуть, это кровавые, не кровавые. Ну, понятно, да, я просто уже об этом говорил, что были те люди, которые назывались славянами, то есть они славили, да, вот вы, и жили по заветам предков, а были немцы, вышедшие из ИК, потому что язык язычий, это народ, представители народа, язык. Были в полисе, было очень сложно. Да, 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 ну и просто сейчас мы закончили, и вот те, которые выходили из языка, они становились немые, говорящие на другом языке, потерявшие обычай, традиции. Вот их называли немцами, неважно, где он жил, был на юге он, или в Германии он жил, или в Венеции, еще где-то. И вот там как раз эти вот кровавые и не кровавые жертвы пришли, ну, тех людей бросали. Ну, человеческие, человеческие. Ну, людей, короче, да, потому что человеческие, опять же, тут двойная, может быть, интерпретация. Короче, людей убивали. Вот там она уже у немцев, не германцев, а у немцев, она присутствовала. А немцы – это вообще те, которые знают другого языка, потерявшие связь с богами и заветами. Вот это вот четко у славянских племен означалось. А славяне, как они приносили, так и приносили. И вот первые, впервые я встречаю жертвоприношения, где кровь проливается, это 980 год в Киеве, когда возвелся вот это вот капище, там были поставлены несколько вот этих вот изваяний, вернее, вырезов, и им приносились жертвы. Народ возмущался, там даже были такие разговоры, и там даже потом уже приносили там варягов, мальчика там и так далее. Но это отдельная история. Это отдельная история, да, и мы не будем сейчас этого. Да, идем дальше. Солнце, вопрос тебе. Алексей, имеет ли Семаргал отношение к теме драконов, которую ты затронул? Как ты думаешь? Ну, какое это отношение имеет, но вопрос в том, что вот я сейчас не могу просто однозначно это осветить. Понятно. Ну, естественно, как бы, да, вот, ну, условно, мы берем космос, ну, традиционный космос, да, там же по-любому низ сверху связан, да, существуют определенные взаимоотношения, это цельность некая, да, совокупность. Соответственно, Семаргу, что символизирует, да, и он каким-то образом естественно завязан на нижнем. То есть существует некий, значит, течение энергии, да, существуют определенные взаимосвязи. Ну, как там конкретно он с ним завязан был напрямую, я не могу сказать честно. Но Семаргла изображали... Это цельность, да. Все-таки Семаргла изображали не в виде змея, а в виде крылатого пса, скорее всего, огненного крылатого пса. Я это и говорю, что крылатый пес, да, ну, если мы обратимся к тому же пермскому звериному стилю, да, то там изображение крылатых псов, они больше напоминают ящера. Я вот, кстати, опять-таки в книге показывал, что мы конкретно атрибутируем с конкретными видами ящеров, да. То есть речь идет о том, что мы понимаем вообще под... Опять-таки, есть крылатый змей, прошу прощения, да, есть же пернатый змей. Вот мы опять по кругу ходим. Кицеркатли, пернатый змей, который, как бы, типа позитивный. Потому что он запретил человеческие жертвы приношения. Да, это сложный вопрос. Сложный вопрос. Мы просто, ну... Материал нет просто. На самом деле... Ну, не то чтобы нет, редко встречается, и, как правило, очень докопаться тяжело. То, что... Да, 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 согласен. То, что ты говоришь, это как бы легко. Книги были выпущены в библиотеках. А вот мне вспоминается, человек рассказывал, в советские времена пошел в Ленинку, надо было взять какой-то материал, который был связан с дохристианскими ведическими представлениями на Руси. Тогда слово «веда» вообще не употреблялось. «Веда» — это как бы Индия, да, всегда оказалось. А он докопался, что, оказывается, ведическая Русь была. И он пошел. На самом деле, в Ленинке он нашел эти там издания, несколько книг было, нескольких там, что-то, в общем, нашел такое большое. Но самое интересное, ему даже не дали, дали какое-то время, там, толстенные книги, ему дали время буквально на изучение этих книг, там, ну, часа два или три. Он так руками разел, говорит, «Ребят, я не успею ничего, это ваша проблема». А вот другие книги, пожалуйста... Удивительно, что дали. Да, а другие книги, говорит, «Пожалуйста, часами читай». Даже там, говорит, были книги на вынос какие-то, из Ленинки на вынос, да? Это вообще поразительно. А вот это, не то, чтобы на вынос, не то, чтобы там в зале... Это удивительно, это вообще... Представляешь, то есть там вообще было закрыто все это. И до сих пор многие материалы также остались закрыты. Поэтому, когда мне кто-то говорит, ну, нет таких, я говорю, ребят, они могут быть и есть. Но, к примеру, вот те же самые хранители встречался с несколькими людьми и на севере европейской части, и в сибирской, они говорят, а у нас есть эти книги, но мы их никогда никому не покажем, потому что это наши книги, мы по ним живём, и мы никому не дадим свой нос в наши сувать. Вот ты должен понять, что они просто этим живут, но это твоя реликвия, ну, понимаешь, да, ты этим живёшь. Это хуже, чем реликвия. Это вот... Ну, есть знающие, вот эти знающие, вот традиции, которые академически даже признаны, вот люди знающие. Я буквально называю, да, ну, там их принято называть колдинами, там прочее, прочее. Нет. Это совершенно отдельно закрытая традиция, которая существует, которой никто туда не сунется, да, там есть система своей посвящения. Её описывают там фольклористы, этнографы, прочее. Но никто туда не сунется. Вот я вот кусочек вам сегодня про это рассказал, понимаете? Они книжек не пишут. И это как бы связи с того, что действительно есть что-то подлинное. Это есть и есть, понимаете? Вот. Алексей, давай ещё пару вопросов и закругляемся. Будем заканчивать, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Итак, вот здесь интересная пришла реплика от Виталия о том, что в жертву иногда, и об этом есть упоминание, приносились богам, дети, первенцы, не с точки зрения их убивали, а просто они отдавались в храм для обучения. И тогда в этом случае жертву именно давали первородного ребёнка, как в обучение богам. И он становился дальнейшим жрецовым, волховым, ну и кем-то ещё там, ну, посвящённым человеком. Вот эта версия, мне кажется, как версия работает. Как версия работает. Как версия работает. Но я ещё раз говорю, мы, друзья, я напоминаю, что мы с вами ушли. Мы говорим, вернее, рассказывал я о культе Святого Георгия и Корняк. То есть, а мы тут сейчас пойдём с вами... Это очень просто интересно. Ты просто всё это очень интересно. Подреву мысил. Ты всё ещё интересно это рассказал, так и народ так возмутил сильно, что я чувствую, тут у меня на передаче есть ещё о чём поговорить. Ну и последний тоже вопрос. Виталий у нас из Эстонии. Да, сразу приглашайте, ещё поговорим. Ещё приглашайте, да. Ну, презентацию подумаем, может быть, получится, он как-то презентовать. Хорошо. Вопрос последний от Виталия из Эстонии. Знакомлюсь и ведущий с работами Геннадия Станиславовича Гриневича. Ну, Гриневич – классик. Классик. И в отличие от многих там современных товарищей, как бы он вызывает больше уважения. Потому что, если честно, у меня такой возникает современного новодела, новоязыческого, такое ощущение ангажированности некой. Понимаете, я сейчас, наверное, Лёша, только не обижайся, ладно? Пожалуйста, пожалуйста, Ваен. Такую одну простую вещь. При всей сложности материала, я с материалом работаю очень серьезно, в том числе я, как политолог, здесь могу сказать какие-то вещи, да? Наступаю. При всей моей заинтересованности в славянском, в фольклорном пласте, я понимаю, какую опасность это все может представлять с точки зрения актуальной политики, мы должны помнить, что мы живем в условиях информационной войны, да? Что это значит, да? В частности, то есть, понятно, что люди хотят восстановить свою традицию, да? И тут очень тонкая грань существует. Я ведь знакомился с материалами, вот, где говорилось о том, что, например, в частности, что есть силы на Западе, которые заинтересованы в том, чтобы, например, выбить, просто выбить почву из-под современной России, да? Хотим мы того или нет, но хребтом современной России и ее странным хребтом является православие. По моему мнению, она впитала многие языческие традиции, даже не языческие страны, докрестьянские. Она много чего впитала. Хотим мы того или нет, мы должны признать то, что это вот часть нашего дома, понимаете? А говоря о том, что, да, давайте мы сейчас будем реконструировать некие там дохристианские знания и прочее, прочее, мы можем просто вышибить несущую стену своего дома, понимаете? И не можем, а на это, скажем так, делаем ставку определенной силы, в том числе на Западе. То же самое я говорю и про СССР, как ни парадоксальный, да? если скажем, мы говорим о том, что вот советский правитель совершенно нам чушь, полностью, да, там проклятые народцы все это дело замутили и прочее, прочее, мы представляемся перед этими самыми, перед самым западным миром, народом рабов, которые, если мы говорим о том, что христианство нам чушь, это, да, значит, там вся государственная чужда, которая была построена, начиная с 10 века, да, а тем более нам чуждая государственность, которая была построена, там, со второго десятилетия 20 века, получается, что русские это народ рабов, которыми всегда манипулировали и прочее, прочее. То есть вот тут поправку на это, я не говорю, что ориентацию, поправку на эти аспекты нужно сохранять, понимать, что мы всегда находимся в поле очень интенсивного военно-информационного противостояния. И с вот этими аспектами тонкими, духовными нужно вести себя очень тонко, очень деликатно, понимаете, не разрушая того баланса, который есть на нынешний современный момент, да, то есть понятно, что до 10 века в России существовали свои традиции, да, понятно, да, понятно, что произошли некие процессы, но результатом этих процессов стало становление определенного рода государственности. Ребят, если мы отрицаем эту государственность, мы отрицаем свою историю на протяжении, прошу прощения, последних тысяч лет. Кому это на руку? Делайте выводы. Другой вопрос, чтобы и осмысливать, да, каким-то образом. Но тут я призываю просто крайне деликатности и аккуратности, не политкорректности, подчеркиваю, от деликатности и аккуратности собственно тому материалу, который слагает нашу историю родную. Спасибо. Я тоже себя призову к тому, что давайте-ка мы не будем просто так махать дубины направо-налево, потому что вместе с врагами можно и своих замочить, да, и вместе с какими-то новостроями разрушить основу, которая у нас есть. А давайте-ка мы соберём те знания, которые нам были свойственны всегда, будем углубляться в нашу древность и выбирать те варианты строя, те варианты существования, те варианты сосуществования нашего общества, которые нам будут давать силу, а не разрушение. Не будем себя ввергать в какие-то грязные, тёмные времена, а будем наоборот искать те самые доказательства и образ жизни, которые нам всегда были свойственны. И только в этом случае, накопив этот материал, мы можем уже начинать предлагать его вводить, а не разрушать, потому что революции понятно кем и на какие деньги, на чьи деньги строятся, и понятно с какой целью они устраиваются. Пример вам, пожалуйста, вот посмотрите вокруг, не такое далёкое наше прошлое, когда всё это началось, и вот что с окружающими странами сейчас проходит. Где-то уже война идёт, где-то уже разрушение идёт, где-то чуть подальше примерно та же ситуация. Хотите революцию такую, хотите сякую и этакую, но итог на выходе один. Поэтому давайте-ка без революции, а вот разбираться в древности и понимать, что не ограничиться только XVI веком, не ограничиться только X веком и даже не ограничиваться более древними временами. Давайте искать истину, которая нам поможет быть сильными не рабами, а быть сильными хозяями своей земли и сделать Россию наконец-то, как мы это хотим, сильной страной, сильной державой, чтобы каждый в нём ощущал себя хозяином и мог развиться. Мне кажется, вот это вот должно быть лейтмотивом объединения вот это наше славянских народов, коренных народов, живущих в России. Вот этот мир должен быть стать настоящим, державным. А это только те уконы-поконы, которые всегда свойственны нам и генетически, и породу, и так далее. Ну что ж, прощаюсь. Давай что-то скажи, до свидания, какое-то слово от себя. Спасибо большое, спасибо, что послушали. Ещё раз говорю, ну, ещё раз говорю, это сложно очень, наверное, воспринять эту информацию, которую я говорил. Читайте наши книжки, вот, собственно, выходят люди, линозавры, почитайте, обращайтесь к вопросам и прочее, прочее. То есть, ну, материал серьёзный, сложный, он требует осмысления, и, естественно, он требует не горячности, а вдумчивого подхода к непростым, скажем так, мировоззренческим вопросам нашей истории, которые имеют отношение как к прошлому, как к актуальному, самому нашему настоящему, так я вас уверяю и в будущем. Ещё раз спасибо вам, дорогие слушатели. Всего доброго. Благодарю тебя, Алексей. Закончу словами Екатерины Второй. Задолго до Рождества Христова славяне свои письмена имели, и там приводят Саил Ломоносов и многие другие, которые указывали и показывали работы свои. В общем, наша древность великая. Давайте-ка вот соответствовать нашему великому наследию, а не тыркаться, как слепые котята, куда нас носом ткнут. Вот на этом я с вами хочу попрощаться. Напоминаю, что сегодня у нас 9 февраля 2017 года, четверг, по одному из старинных календарей 20-й день месяца в Югосту уже 7525-го лета неделя. Неизвестная история культа Георгия Победоносца. Вот такая у нас была очень интересная тема. Казалось бы, узконаправленная, но получился такой обширный эфир, и я чувствую, из него что-то будет дальше вытекать. Алексей Комогорцев, наш главный автор-сказитель, за что тебе низкий поклон, Алексей, и нашим радиослушателям и зрителям канала Ютуба, которые смотрели, тоже низкий поклон. Смотрите, следите за анонсами, вас ожидает очень много чего интересного. Я, Алексей Орлов, прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Важно.